всем привет дорогие друзья давайте для начала разберемся что же такое галп как он нам поможет и стоит ли тратить время на его изучение какие он дает нам преимущества и оправдано ли это официальный сайт галп это галп gs.com сейчас мы находимся на нем и здесь мы видим наглядную картинку сейчас я попытаюсь на ее примере рассказать вам что же такое сборщик галп и для чего он нужен и в принципе так работают любые другие сборщики галп наверное самый простой из них если вы разберетесь с ним то постепенно сможете перейти на другие при необходимости например научиться пользоваться сборщиком вебпак и вы уже будете понимать основную концепцию как все устроено в этих инструментах друзья не забывайте подписаться на канал если вы еще не сделали этого нажимайте на колокольчик оценивайте видео пишите комментарии это очень сильно помогает мне в развитии канала и мотивирует создавать больше полезного материала для youtube канала здесь в самом центре мы видим галп как раз таки и все что мы будем настраивать в рамках этого курса мы будем настраивать наш сборщик именно это и есть сердце нашего механизма и вы видите сверху здесь показано три примера это typescript png и markdown но у вас также может здесь быть намного больше разной информации то есть это то с чем вы работаете в исходной версии например вы пишете код не на java скрипте а на typescript или на кофе скрипт или же используйте какие-то другие дополнительные инструменты также изображения у вас изначально бывают обычные png например они очень много весят и в конце конечно же желательно их все сжать чтобы сайт был оптимизирован и здесь показаны еще пример со синтаксисом markdown но здесь может быть также любой при процессор при процессор для html pack или же при процессор для написания стилей сас лэс стайлс или любой другой и все это у вас будет на входе то есть вы работаете со всеми теми инструментами в их привычной форме которые дают вам удобный синтаксис например и дополнительные возможности в отличие от стандартных html css от java script а уже галп все это компилирует преобразовывает в правильный вид то есть в результате вы получите java script код из данного typescript кода также он будет у вас сделан таким образом чтобы сохранялась поддержка старых версий то есть все это будет подгоняться под с 5 изображение например будут сжиматься то есть будет выполняться их компрессия а весь ваш код на при процессорах будет компилироваться в обычный html и обычный css также можно использовать любые другие возможности которые есть в галп но это самое основное что нам может понадобиться для оптимизации в своей работе при создании сайта думаю из этой картинки и из того что я сейчас рассказал достаточно понятно зачем вообще нужен сборщик галп в этом курсе мы не будем изучать type script при процессоры для css или же какие-то другие инструменты но если вы решили перейти к изучению сборщика то скорее всего вы уже сами это все используете и вам хочется оптимизировать свою работу то есть сделать ее проще чтобы все это вручную не компилировать и не преобразовывать каждый раз а настроить один раз сборщик проекта и в следующие разы у вас все будет автоматически сохраняться преобразовываться при изменении любого из ваших файлов в проекте здесь на официальном сайте если мы пройдем чуть ниже мы видим самые популярные плагины здесь есть type script сас бейбл авто префиксер image min pack вкратце расскажу про каждый из этих плагинов но их намного больше здесь есть сверху в меню раздел plugins и вы можете посмотреть огромный список из доступных нам плагинов бейбл преобразовывает новый стандарт javascript в старый для того чтобы он поддерживался во всех браузерах сас это при процессор для css кода typescript это такой синтаксис в javascript то есть который поддерживает типизацию вы можете его использовать если вам удобно на нем разрабатывать или вам необходимо это делать по каким-либо причинам и это все будет также преобразовываться в обычный javascript авто префиксер позволяет добавлять префиксы для различных браузеров css коде image min сжимать изображение и тем самым они у вас будут меньше весить но при этом качество не будет практически теряться а пак это при процессор для написания html кода здесь показаны и самые популярные плагины которые вы можете использовать но мы рассмотрим и некоторые другие как я и говорил в меню если мы перейдем в плагин то вы можете здесь в поиске найти любой плагин по названию если знаете конкретно что ищете или же посмотреть здесь список огромное количество плагинов сейчас нас будет интересовать страница get старт для того чтобы начать работать с галпом перейдем на нее и в следующем уроке для того чтобы приступить к работе с галпом нам понадобится еще один инструмент но его мы просто установим и я вкратце расскажу некоторые команды которые нам пригодятся в предыдущем видео я сказал что нам необходимо будет установить но джесс для того чтобы работать с галпом давайте перейдем на эту страницу get started на сайте галп и что мы здесь видим здесь написан быстрый простой старт как начать работать с этим сборщиком конечно же у него больше возможностей здесь просто показана первая настройка как вообще все запустить и мы видим какие команды необходимо ввести в командной строке нам необходимо проверить версию нот нпм и нпх как вы видите команды простые нот минус минус version нпм минус минус version и нпх и таким образом мы видим какую то версию либо же видим что ее нету давайте попробуем сейчас ввести любую из этих команд нажимаем вин плюс р запускаем командную строку и здесь мы сейчас будем вводить эти команды я немного увеличу размер командной строки чтобы вам было лучше видно скопируем данную команду вставляем и запускаем видим что у нас здесь нет никакой версии и написано вот такое вот сообщение для того чтобы у нас все заработало нам необходимо установить но джесс также вместе с но джесс установится и нпм это менеджер пакетов с помощью которого мы сможем устанавливать все эти плагины которые мы здесь вкратце посмотрели typescript пак сас бейбл и все остальные поэтому нам необходимо установить но джесс в комплекте с ним будет менеджер пакетов нпм и мы все это сможем использовать переходим на сайт но джесс точка орг здесь у нас есть lts версия то есть стабильная нажимаем на нее можете скачать в принципе последнюю но я рекомендую все-таки качать стабильную версию чтобы точно никаких ошибок не было здесь уже все проверено и никаких проблем возникать не должно после того как у нас скачался на джесс нажимаем и просто устанавливаем здесь никаких особых настроек нету мы просто подтверждаем здесь правило нажимаем далее далее и устанавливаем теперь дожидаемся пока у нас не завершится установка но джесс видим что но джесс у нас установлен финиш все данную страницу можно закрыть здесь нам уже больше ничего не потребуется теперь давайте перезапустим командную строку просто закройте ее и откроете заново и после этого мы здесь сейчас попробуем эти команды ввести мы указываем not минус минус version и видим здесь установленная версия неважно какая она у вас будет даже если старее или новее у вас все равно все будет работать также данную команду можно ввести сокращенно то есть указать минус в и вы видите что работает точно так же мы здесь дальше по инструкции следуем и проверяем все остальное npm версию видим что также версия есть значит он установлен и npx также видим у нас версия точно такая же как и у npm то есть все версии у нас установлены все это произошло после того как мы скачали и установили но джесс и это означает что мы уже можем с ним работать теперь нам необходимо установить глобально поддержку галпа в командной строке делается это с помощью вот такой команды она нам доступна после того как мы установили но джесс и вместе с ним менеджер пакетов npm и как вы видите здесь выполняется команда npm и далее указывается install то есть установка минус минус global это говорит нам о том что мы устанавливаем пакет глобально то есть он устанавливается не конкретно в ту папку где мы сейчас находимся а вообще на наш компьютер поэтому мы вводим данную команду install можно сократить до одной буквы ай или же полностью указать install как здесь два дефиса global можно также сократить до минус джи и указываем название пакета который мы будем устанавливать галп cli нажимаем enter и ждем пока у нас установится галп cli глобально с помощью вот такой команды мы это выполняем как вы видите данная команда здесь указана полностью но я вам сейчас также показал какие можно использовать сокращение для слов install потому что вы это будете часто использовать и также иногда возможно global вам пригодится вы можете использовать такое сокращение мы видим что у нас галп cli сейчас установился также какие-то пакеты были обновлены и здесь ошибок у нас нету далее нам пишут что нам необходимо создать директорию для нашего проекта и делается это с помощью вот такой команды это просто канат команда создания каталога в любом месте вы можете в принципе с помощью проводника создать пустую папку и перейти в нее но мы сейчас сделаем это все с помощью командной строки сейчас я нахожусь в папке пользователя чтобы посмотреть какие здесь есть другие папки я использую команду gear если же вы используете powershell например то вы можете использовать команду ls как на линуксе и на маке windows же работает по умолчанию команда gear здесь мы видим разные папки и файлы меня интересует здесь папка desktop в принципе я и так знал что она существует в папке пользователя вот она здесь и чтобы перейти в нее я использую cd desktop и сейчас я нахожусь на рабочем столе в командной строке то есть я могу выполнять какие-то команды и все что я буду выполнять выполнится на рабочем столе то есть создание папки произойдет именно на рабочем столе если вы хотите выйти назад то указываете cd 2 точки и вы выходите назад перейти в любой другой каталог cd его название можно например написать начало нажать tab и у вас автоматически появится продолжение того каталог который соответствует из этого списка то есть то что у вас есть здесь она подставится и вот теперь мы уже находимся на рабочем столе вы же можете перейти в любую другую папку и нам необходимо здесь с помощью npx и команды mkdirp создать папку мы указываем здесь название каталога можете указать абсолютно любое но указываете без пробелов и на английском языке создали сейчас каталог можем еще развести dir и видим сейчас что на рабочем столе у нас есть папка my test galp если мы взглянем то вот она действительно сейчас здесь появилась далее нам необходимо перейти в нашу папку здесь указана команда команда предельно простая такая же как мы использовали уже ранее cd и название каталога указываем май нажимаем tab и переходим в эту папку сейчас мы уже находимся в ней и после этого нам необходимо инициализировать проект с помощью npm в следующем видео мы как раз таки займемся инициализации и запуском нашей первой сборки в этом уроке мы инициализируем наш проект и запустим первый тестовый вариант сборщика galp здесь мы видим что нам необходимо создать package json файл будет у нас так называться в нем будут храниться все настройки нашего проекта его имя описание автор и многое другое формат json он позволяет нам записывать какие-то данные в виде javascript объектов и массивов и я надеюсь вы примерно представляете как он устроен но здесь нам нужно будет сделать следующее мы должны выполнить команду npm init мы укажем сейчас npm init но перед тем как ее выполнить давайте откроем редактор у меня это visual studio код и я рекомендую вам также в нем работать потому что в этом редакторе очень удобно устанавливать любые расширения прямо из редактора из этого магазина также здесь есть терминал работа с гитом и многое другое нажимаем open folder на рабочем столе выбираем нашу папку которую мы создавали и сейчас мы видим что она у нас пусто здесь ничего у нас нету и мы вводим команду npm init выполняем ее и нам здесь пишут введите имя нашего пакета если мы сейчас просто нажмем enter то появится то что у нас круглых скобках это название нашей папки мая тест гал все в нижнем регистре поэтому мы можем просто нажать enter если нас это удовлетворяет и это имя пакета нашего сохранится если же вы хотите указать его другое не такое же как название папки то указываете здесь текст правила примерно те же указываете на английском языке без пробелов желательно и тогда у вас никаких ошибок в дальнейшем не будет возникать далее здесь мы указываем версию вы можете указывать какую хотите в принципе по умолчанию это будет 1 0 0 меня сейчас устраивает также нажимаю enter description указываем здесь описание enter entry point это точка входа то есть наш главный файл index.js по умолчанию нажимаем здесь enter test command также пропускаем git репозиторий если у вас будет то можете указать здесь строку или же пропустить на данном этапе в любом случае в дальнейшем это все можно будет заполнить уже самостоятельно и дополнить все эти данные ключевые слова вы можете вводить здесь указать кто автор лицензия здесь я пропущу потому что пока что нет никакой лицензии и здесь нас просят подтвердить все эти данные указываем yes и все перейдем сейчас в редактор мы видим здесь у нас package.json файл появился давайте откроем его и мы видим что в нем записано в нем записано как раз таки все то что мы вводили name версия описание наш главный скрипт здесь какие-то скрипты автор лицензия и здесь может также быть например ключевые слова репозиторий git если вы это все заполните и все пакеты которые мы будем дополнительно сейчас устанавливать и работать с галпом будут появляться в этом файле это конфигурационный файл он нужен для того чтобы в любой момент когда вы свой проект например скачаете с гитхаба где он может у вас находиться вы вводите одну единственную команду чуть позже расскажу о ней и у вас все те пакеты которые здесь указаны в этом текстовом джейсон файле автоматически установятся в проект вам не придется постоянно скидывать папку с плагинами другому пользователю разработчику или же самостоятельно это все переносить если вам необходимо будет заново создавать какой-то новый сайт и вам понадобится ваш готовый уже собранный галп проект а вы просто используйте одну команду и благодаря вот этому файлу пакет джейсон у вас все появится автоматически из интернета сейчас может быть не очень понятно но чуть позже я уже покажу наглядно как это все работает а сейчас давайте удалим данный файл я сейчас закрою командную строку и открою ее уже в редакторе делается это с помощью control тильда и как вы видите здесь также это все написано можно нажать терминал new terminal или же нажать сочетание клавиш у нас открывается терминал у меня это git bash терминал и он доступен после установки гита у вас же это может быть обычная командная строка или powershell здесь это все можно настраивать добавлять разные терминалы например command prompt и появляется обычный терминал командная строка или же я могу создать powershell у меня будет терминал powershell если у вас установлен git то можете использовать терминал и башки любой другой который у вас здесь может быть установлен в принципе большой разницы здесь нет только какая-то подсветка синтексиса или же дополнительные команды например в git bash работает команда лс если мы сейчас перейдем назад на рабочий стол укажем лс то мы видим что эта команда сработала в обычной командной строки лс не работает работает команда gear но это все уже дело привычки и удобства поэтому можете использовать обычную командную строку прямо здесь давайте снова перейдем в каталог в котором мы находимся по умолчанию как вы заметили путь появился здесь до того каталога в котором мы сейчас работаем то есть мы открыли его в редакторе и при открытии терминала у нас появляется путь до этого каталога это очень удобно потому что мы все команды будем выполнять именно из этого каталога и устанавливать разные плагины также будем отсюда в нашем проекте сейчас мы удалили файл package.json и смотрите нам все-таки он нужен но я покажу вам еще один способ когда мы вводим npm init мы должны все это вручную вводить или же просто нажимать enter чтобы значение по умолчанию у нас подставились но мы можем это сделать простым образом мы можем написать npm init минус y и в таком случае у нас все автоматически пропускается то есть подтверждаются все значения по умолчанию и сразу же создается очень быстро файл package.json без вот этих лишних нажатий на enter и подтверждение всего и появляется вот такой вот файл здесь как вы видите даже есть ключевые слова а в прошлый раз их не было и здесь как можно заметить массив то есть мы можем через запятую здесь передавать ключевые слова в виде строк при необходимости здесь можно указать описание изменить версию это обычный текстовый файл поэтому здесь все это можно регулировать самостоятельно прямо отсюда но теперь когда уже этот файл у нас создан мы должны установить сам галп как вы видите у нас команда уже npm install использовалась для того чтобы установить галп сила и но мы его устанавливали глобально а сам галп мы будем устанавливать локально в наш проект и что немаловажно мы будем его устанавливать в dev dependencies сейчас вы увидите что же это такое давайте скопируем эту команду я нажимаю скопировать или же вот здесь кнопка copy открываю здесь терминал нахожусь в данном каталоге в котором мы работаем и здесь можно нажать просто правую кнопку мыши и автоматически вставится последнее что было в буфере обмена npm install минус минус save dev галп выполняем эту команду и обратите внимание сейчас как изменится файл package.json что здесь появится после того как команда у нас выполнится у нас появился здесь раздел dev dependencies и здесь у нас указан галп его версия и как раз таки это говорит нам о том что он установлен также вы видите здесь появился каталог not modules если мы его откроем здесь есть огромное количество разных модулей здесь также можно найти сам галп вот он и все зависимости которые необходимы для его корректной работы также мы вводили эту команду я сейчас вам покажу сокращенный вариант вы уже знаете что install можно заменить на ай а минус минус save dev можно заменить на д за главную и у вас произойдет то же самое только здесь указывается просто минус д они два дефиса и это будет равносильно той команде которую мы ввели вот здесь таким образом можно сделать то же самое и галп у нас после этой команды установится вот сюда в dev dependencies далее нам здесь предлагают ввести команду галп минус минус version давайте скопируем ее вводим ее здесь указываем данную команду выполняем ее и видим версию целой который мы устанавливали до этого глобально и локальная версия самого галпа 402 вот она здесь также отображается эта команда также может быть сокращена галп минус в работает точно также в следующем уроке мы уже создадим галп файл и начнем устанавливать различные модули плагины и попытаемся сделать какой-то сборщик для того чтобы оптимизировать свою работу следующее у нас по инструкции это создание галп файла все что мы будем писать для нашего сборщика создается в файле галпфайл .js это javascript файл и здесь работает все правила javascript а весь синтаксис поэтому вам необходимо конечно хотя бы на базовом уровне понимать javascript все-таки галп это инструмент не первой необходимости которые нужно изучать сразу же поэтому к изучению галпа обычно приходят уже чуть позже когда вы разрабатываете какой-то код и хотите упростить себе многие процессы их оптимизировать поэтому вы здесь уже должны знать какие-то основы но сейчас я буду все подробно показывать и рассказывать если вы на любом другом языке знаете основу программирования то также думаю вам все будет понятно здесь необходимо создать галпфайл.js делаем это любым удобным способом так как я работаю в vscode я могу нажать здесь плюсик добавить файл и напишем здесь название галпфайл .js вы видите даже иконка здесь появилась такая вот соответствующая галпу то есть редактор сам понимает что у нас файл такого типа и здесь мы можем уже писать все необходимое давайте посмотрим что нам предлагают здесь по умолчанию указать для того чтобы проверить что все вообще работает вот такой вот код скопируем его добавим его сюда и что мы здесь видим мы видим дефолт таск эта функция с одним параметром cb и этот cb вызывается в виде функции здесь у нас также используется экспорт дефолт и данная функция экспортируется с помощью но джесса мы можем использовать экспорты и таким образом мы можем экспортировать какие-то функции или переменные для того чтобы использовать их в других файлах после того как мы здесь создали данный простой код пока что он никак не помогает нам в оптимизации нашей работы но мы можем ввести команду галп просто указав данное название выполняем ее и видим сейчас что у нас отработал галп здесь указано что использовался данный файл по такому пути стартовала у нас задача дефолт как раз таки ее мы экспортировали здесь это название задачи таска галп и дефолт у нас завершился вы видите финиш дефолт через одну 42 миллисекунды то есть очень быстро и у нас по сути ничего не произошло но мы видим что все у нас сработало это означает что галп корректно установлен файл package.json у нас также правильный то есть мы инициализировали проект разобрались как с node.js устанавливать разные пакеты проверили что у нас все установлено убедились во всех корректных версиях этих пакетов по инструкции из страницы get started и теперь мы смогли запустить этот проект вы видите результат у нас был примерно такой же и данная страница у нас завершилась дальше мы можем уже изучать более расширенный функционал потому что сейчас мы просто запустили проект и поняли как это делается но нам необходимо здесь создать сам сборщик весь код и как-то оптимизировать свою работу есть сайт npmgs.com здесь вы можете найти любой интересующий вас модуль который вы можете установить с помощью npm после того как у нас уже эта команда доступна в терминале благодаря node.js вы можете здесь находить любые модули и с помощью команды npm install устанавливать их давайте здесь сейчас найдем какой-нибудь модуль например модуль галп мы можем здесь найти нажимаем enter видим здесь полное совпадение первый самый и скорее всего это и есть официальный тот модуль галп но с другими модулями может быть не всегда все однозначно поэтому внимательно смотрите на название на автора и на описание переходим сейчас на галп видим здесь описание и вкратце что он здесь нужно на первых этапах понимать здесь вы можете увидеть репозиторий на гитхабе где можно подробную информацию почитать но обычно она дублируется та же самая которая здесь установка этого модуля npm i галп но мы также устанавливали с помощью минус d за главное то есть вот сюда в зависимости dev dependencies если не указать минус d как здесь в этом примере то у нас галп установится в обычной зависимости dependencies без вот этого слова dev чуть позже мы также рассмотрим что это может произойти с другими пакетами я расскажу в чем отличие этих двух разделов куда могут устанавливаться наши все плагины поэтому здесь вы видите команду при необходимости сами корректируете добавлением минус d если это требуется также здесь видно сколько загрузок у данного плагина было за последнюю неделю вы видите огромное количество более миллиона здесь версия лицензия размер файла количество файлов и все в этом роде здесь также написано описание и есть какой-то простой пример галп файла js как можно все это настроить для начала и мы сейчас сделаем примерно похожий проект на тот который указан здесь вы же можете подробнее все это почитать да для дополнительного развития но я сейчас вам буду все подробно показывать давайте сейчас здесь найдем модуль который называется less мы будем использовать в данной сборке при процессор less и как раз таки с помощью этого плагина мы сможем преобразовывать код написанный на этом синтаксисе в обычный css здесь у нас все то же самое количество загрузок гитхаб как установить скопируем эту команду просто нажав на данное поле или же нажав вот здесь на эту кнопку и выполним ее только мы здесь добавим минус d для того чтобы установить также это в dev dependencies пока данный плагин будет устанавливаться я расскажу в чем отличие dev dependencies и просто dependencies то есть сейчас я имитирую ситуацию что у нас есть здесь еще один раздел он может появиться самостоятельно если мы установим пакет без минус d то вот здесь будет такой вот раздел dependencies эти два раздела отличаются тем что в разделе dependencies добавляются те плагины которые необходимы вам напрямую для работы вашего приложения программы или игры то есть это могут быть какие-то библиотеки фреймворки bootstrap jquery view react или какие-то другие они нужны для того чтобы у вас корректно работала ваше приложение а в dev dependencies устанавливается то что вам необходимо на этапе разработки то есть те плагины которые будут вам помогать оптимизировать ваш код например компилировать его из ос в обычный css из typescript в java script добавлять префиксы в css и все в этом духе то есть это не влияет на финальный ваш код и оно не должно попадать в версию которая будет в финале раздел dependencies попадает финальную версию то есть если вы например bootstrap добавите не в этот раздел а в dev dependencies то он у вас в конечную версию не попадет и ваш сайт не будет работать потому что этого модуля просто у вас не будет финальной версии поэтому все что необходимо для работы сайта указывается здесь устанавливается без минус d то есть просто npm install и название плагина а все что вам нужно только для того чтобы упростить свою работу как раз таки все эти плагины для галпа который мы сейчас будем использовать устанавливаются в dev dependencies думаю здесь достаточно понятно но со временем вы больше будете уже разбираться в этих двух разделах давайте сейчас я удалю этот код вам его писать не нужно было здесь у нас установлен сейчас с и также галп у нас установлен но мы их пока что никак не подключали давайте перейдем в галп файл и я покажу как это сделать удалим весь код можем здесь создать обычную константу с помощью конст на java скрипте и указать название например это будет галп у нас с помощью require мы можем подключить этот плагин так как мы его уже установили он у нас есть в нот модуль здесь мы указываем просто его название галп она соответствует тому которое указано здесь в package.json то есть вот здесь называется этот модуль галп данный less и так далее то есть вы можете там это все смотреть далее мы подключим less укажем здесь название require и также здесь указываем less саму константу можно называть по-другому например галп 4 или как-нибудь less css и все в этом духе но и конечно же в таких простых случаях как галп и less можно называть так как сам плагин у нас называется и вы никогда не запутаетесь давайте также сейчас найдем плагин который называется dell перейдем на его страницу он позволяет нам удалять какие-то каталоги или файлы и делает это корректно и очень быстро например каталог not модульс который очень большой и в нем много мелких файлов удаляется обычным образом достаточно долго а с помощью этого модуля дел это происходит быстро и так же мы сможем из кода удалять какие-то файлы вызовом обычного метода здесь указаны примеры с документацией как это все можно делать нас интересует именно его установка сейчас мы также копируем данную команду устанавливаем указываем минус d для того чтобы установить его в dev dependencies дожидаемся вот у нас здесь появился после этого мы его также сейчас здесь подключим название укажу dell require у него название совпадает здесь точно такой же как и у константы теперь мы можем создать первую функцию она в принципе будет достаточно полезно мы ее будем использовать своей работе называем ее например clean для очистки какого-либо каталога и мы здесь делаем следующее мы здесь с помощью return вернем наш модуль del то есть мы его теперь можем использовать после того как подключили в эту константу мы указываем его название del круглых скобках передаем массив что мы хотим очистить сейчас вы поймете зачем я пишу такую простую функцию мы здесь укажем dist это будет наш каталог в котором будет финальная версия кода то есть уже скомпилированный java script преобразованный css из при процессорных типов и в каталоге диск как раз таки будут все наши готовые результаты а в каталоге src мы будем вести разработку давайте создадим эти два каталога сейчас создадим каталог src и также создадим каталог dist для того чтобы сейчас мы могли проверить нашу функцию давайте сделаем так как у нас было в базовом примере мы сделаем exports укажем название clean здесь она у меня совпадает с названием функции и далее присваиваем здесь значение функции clean то есть саму нашу функцию и по вот такому вот вызову команды будет у нас выполняться данная функция то есть мы сейчас создали задачу из функции и она будет у нас сделать всего лишь одно единственное действие она будет очищать каталог dist давайте сейчас создадим здесь любой файл например main.js и и стайл css и попробуем как работает наша задача которую мы написали введем здесь команду гауп clean у нас работала данная задача и вы сразу же увидели что здесь каталог dist был удален у нас данная задача отработала за 11 миллисекунд и сделала то что мы как раз таки здесь и указали как вы видите код очень простой это обычный javascript но уже с помощью этого кода мы можем подключать какие-то модули вызывать их в своих функциях экспортировать их как задачи и дальше из командной строки с помощью гауп и название которое мы экспортировали мы можем вызывать любую задачу пока что это был очень простой пример но постепенно в следующих уроках мы будем усложнять и добавлять сюда новые модули подключим наш less создадим здесь обработку файлов стилей javascript и многого другого сейчас мы будем добавлять новый функционал в свой сборщик и постепенно добьемся того чтобы он помогал нам в нашей работе для начала мы здесь создадим сейчас константу это будет у нас объект и мы здесь можем хранить пути до наших файлов в которых мы будем работать но давайте для начала создадим здесь эту структуру в нашем проводнике в каталоге src мы уже определились что у нас будет находиться весь код то есть все файлы припроцессоров javascript мы будем писать здесь в src здесь мы также создадим новый каталог назовем его styles здесь будут у нас файлы less или же sas в зависимости от того на каком припроцессоре вы будете писать но в данном примере это будет less и также мы в этом каталоге создадим scripts здесь у нас будут файлы написаны на TypeScript, CoffeeScript или же на обычном javascript в scripts мы можем создать сейчас какой-нибудь файл например main.js а в styles мы создадим здесь style.less здесь мы укажем следующее мы укажем здесь ключ styles через двоеточие укажем также объект и здесь будет еще два ключа src то есть то где мы ведем разработку это данный каталог и мы здесь указываем такое значение мы указываем src наш каталог slash то есть мы сейчас передаем путь далее у нас будет styles slash и вот здесь уже начинаются интересные моменты мы можем использовать globs шаблоны для того чтобы указывать расширенные какие-то возможности в пути то есть мы можем указать две звездочки slash и они будут означать что у нас может быть любая вложенность из каталогов внутри каталога styles то есть здесь может быть еще какой-то каталог css, sls, внутри него еще другой и так далее и все это будет отслеживаться в нашем сборщике независимо от этой вложенности поэтому мы указываем вот такой вот шаблон далее мы здесь можем указать звездочка .ls то есть мы не знаем название файлов конкретно он может называться style, может называться main и так далее но мы знаем точно что этот файл должен у нас быть с расширением ls поэтому мы указываем звездочка .ls и это вот такой у нас дополнительный шаблон для проверки любого имени файла например далее у нас будет следовать в конце обязательно .ls через запятую мы здесь передаем dest и через двое точие указываем здесь путь до каталога назначения то есть где у нас должны быть в результате все эти файлы которые скомпилируются из os в css dest у нас называется потому что здесь указывается destination мы укажем здесь путь dist как вы помните здесь папку dist мы удаляли и как раз таки мы в ней будем хранить финальную версию то есть не страшно ее удалить потому что все исходные файлы у нас будут находиться в src и их мы как раз таки не удаляем здесь мы ведем разработку а в dist они просто скомпилируются при запуске галпа и появятся автоматически но сначала нам необходимо будет очистить эту папку удалить все старые файлы и заново залить туда уже новые скомпилированные файлы таким образом у нас будет все происходить здесь в сборчике мы здесь указываем dist здесь уже можем указать css потому что мы конкретно знаем что в результате у нас уже получится css и каталог у нас будет называться так через запятую мы здесь передадим scripts и настроим то же самое для наших скриптов давайте скопируем здесь у нас будет src scripts такой же путь но в конце у нас будет здесь js здесь также у нас будет каталог js и с помощью этого объекта мы сможем удобно здесь все настраивать сейчас вы поймете зачем мы его создали пока что мы разобрались с базовой структурой то есть где у нас будет вестись разработка и куда она будет перемещаться в результате то есть в каталог dist также давайте создадим сейчас файл index.html нажимаю восклицательный знак и с помощью emit раскрываю вот такую стандартную структуру здесь необходимо нам подключить наш файл мы подключим здесь css файл и мы уже знаем что мы будем его подключать из каталога dist ни в коем случае не из каталога src потому что здесь будут не скомпилированные файлы ls и поэтому мы указываем каталог dist slash css и например main.min.css пока что этого файла нет но мы будем создавать его с таким названием будем его минифицировать и добавлять этот префикс и он будет в формате css находиться он будет в данном каталоге потому что вот здесь мы указывали этот путь назначения но пока что мы это никак еще не вызвали это обычный объект который нигде не используется об этом даже свидетельствует цвет этого текста вы видите он такой чуть чуть более тускую чем например del который мы использовали один раз вот здесь то есть это говорит нам о том что мы константу path не использовали еще нигде но мы уже знаем структуру файлов которую мы сами готовим для своей работы поэтому мы можем здесь все это подключить когда эти файлы появятся они уже подключатся автоматически в индекс html также здесь подключаем скрипты каталог dist js далее здесь указываем slash main.min.js точно так же мы будем его минифицировать и указывать например вот такое название main сохраняем и пока что с этим файлом здесь все готово мы чуть позже будем проверять что же у нас получится в результате а в следующем уроке мы начнем создавать обработку наших стилей и мы сделаем подключение плагина less clean.css и rename для того чтобы переименовывать файлы давайте сейчас создадим новую функцию назовем ее styles и здесь у нас будет выполняться обработка наших стилей самое первое что нам необходимо сделать в этой функции это с помощью return указать здесь gaup.src только через точку и здесь в круглых скобках мы передаем путь к файлу изначальному где наши стили находятся как раз таки мы этот путь берем из нашей константы path указываем ее название далее указываем здесь styles и через точку указываем src то есть вот отсюда из этого ключа мы будем получать данное значение и оно здесь будет подставляться то есть это можно было сделать и без данной константы мы могли просто скопировать вот это и передать в данных круглых скобках но таким образом у нас все намного универсальнее мы здесь сразу можем прописать пути для стилей для javascript src и destination и потом здесь просто все это использовать поэтому мы здесь теперь уже указываем вот такой вот параметр для того чтобы получить данную строку и этот шаблон будет здесь подставляться и все файлы в каталоге src styles в любых вложенных каталогах с расширением будут искаться и компилироваться в обычный css поэтому мы здесь указываем вот такую конструкцию далее мы можем указывать здесь такие вот значения pipe для того чтобы выполнять разные действия мы можем их выполнять в ряд друг за другом несколько таких пайпов может у нас следовать но их удобнее указывать на новой строке то есть здесь мы не ставим ни точку с запятой просто переходим на новую строку указываем здесь pipe и в круглых скобках мы что-то выполняем например мы можем выполнить less с круглыми скобками как обычную функцию после того как мы установили этот плагин и подключили его вот в этой строке мы можем его вот так вот вызвать и у нас он просто скомпилируется и преобразуется в css но нам также необходимо его куда-то записать для этого мы создаем еще один pipe на новой строке указываем здесь galp dest то есть каталог назначения и здесь в круглых скобках мы передаем также нашу константу путей далее styles и указываем здесь dest то есть мы в src ищем все файлы компилируем less в css и перемещаем это все в результате уже в каталог dest в dist css то есть этот каталог у нас отсутствует как вы видите сейчас он создастся также создастся в нем каталог css и туда поместится наш файл у него будет такое же название как и было здесь то есть если здесь файл назывался style less он переместится и будет называться style css и так далее но чуть позже мы это также исправим пока что мы создали вот такую вот простейшую задачу давайте сейчас ее экспортируем для того чтобы проверить как она работает мы здесь указываем exports styles и название этой функции мы передаем вот здесь то есть теперь мы можем использовать команду galp styles и у нас вызовется вот эта функция и сработает компиляция less в css давайте проверим работает ли все так как мы запланировали указываем galp styles сейчас мы видим здесь less is not a function то есть less не является функцией и случайно я допустил ошибку но это даже к лучшему покажу вам сейчас как это все исправить и как можно удалить модуль если вдруг он вам не нужен или вы неправильно его установили здесь нам нужно было устанавливать не просто less а galp less я заметил когда мы этот модуль нашли на этой странице что нету описания это мне показалось странным но почему-то я все равно его установил конечно же здесь должен быть модуль galp less как вы видите есть модули с таким названием сразу все эти модули вы можете не знать с названием поэтому на этой странице в разделе plugins можно находить конкретно какой-то плагин вы видите они в основном все идут с префиксом galp то есть galp sas также galp less и так далее поэтому здесь можно написать например less и мы видим что модуль galp less именно он совместимый с galp поэтому здесь мы уже можем найти конкретно его и установить данный модуль давайте скопируем сейчас в командной строке введем эту команду минус d обязательно чтобы установить его сюда но вот этот модуль less нам нужно удалить чтобы удалить модуль мы укажем npm uninstall и название пакета less укажем здесь uninstall небольшая печатка выполняем команду и вы видите что у нас плагин удалился из этого раздела также он удалился из node modules и мы сейчас дополнительно посмотрели как можно удалить потому что иногда это бывает так же нужно и вы можете допустить какую-то ошибку например или просто захотеть удалить этот плагин и сделать это можно с помощью команды npm uninstall и название пакета теперь уже у нас здесь подключен правильный пакет просто нужно скопировать его название и вот здесь указать вместо less galp less здесь все остается то же самое и можно как раз таки уже попробовать ввести galp ставился сейчас все должно у нас работать и вы видите уже никаких ошибок нет 23 миллисекунды создался каталог dist в том пути где мы указывали то есть вот здесь dist внутри создался каталог css также вы это видите здесь и файл style css у нас здесь появился с таким же названием как он и был css давайте напишем какой-нибудь код на этом при процессоре сейчас очень просто сделаем например здесь color любого цвета также сделаем какую-то вложенность которая работает у нас только на этом при процессоре в обычном css так делать нельзя мы укажем здесь background color например и сделаем что-то вроде color эффекта укажем здесь text decoration none это абсолютно выдуманный пример css то есть он не имеет никакого смысла мы даже не будем открывать это в браузере и проверять нам важно посмотреть что вот этот код со всеми возможностями данного при процессора преобразуется в обычный style css давайте откроем здесь style css я его сейчас размещу здесь справа видим наш код на при процессоре еще раз запускаем данную задачу styles она у нас выполняется и вы видите сразу здесь появился обычный css код то есть все вот это было преобразовано в стандартный css и будет у вас работать уже в любом браузере поэтому мы подключали в html файл из этого каталога dist.css но мы также указывали его название min минифицированный сейчас мы это все исправим пока что он у нас называется абсолютно не так как мы здесь передали но это все делается очень просто нам необходимо установить сейчас еще два плагина первый у нас называется galp clean.css вот его страница устанавливается он привычным нам образом если вы знаете его название точно как оно пишется здесь то вы можете сразу же даже не переходя на эту страницу ввести npm i его название и у вас установится данный плагин добавляем минус d чтобы установить вот он у нас появился здесь и установим еще один плагин он называется galp rename для того чтобы переименовывать файлы он позволяет нам не просто переименовать а добавить еще какие то префиксы суффиксы у названия файла и с помощью него мы можем как раз таки добавлять точка min в конце файла и все в таком духе копируем эту команду выполняем опять таки минус d не забываем здесь добавить и вот у нас здесь сейчас имеются вот такие вот плагины переходим в galp файл создаем новую константу назовем rename с помощью require как вы уже знаете мы подключаем этот плагин можно скопировать его название здесь galp rename и указать в кавычках также мы подключаем здесь css clean укажем например название clean css здесь как вы видите название мы указали не так же как в случае с del где она совпадает а другое и мы здесь указываем также require и название берем вот отсюда такое вот название длинное через дефисы из трех слов и подключаем этот плагин они сейчас не используются вы видите такой более тусклый зеленый цвет мы их должны использовать вот здесь в нашей функции то есть после того как мы скомпилировали наш less код мы можем использовать еще один pipe здесь и вызвать clean css нашу константу но мы вызываем ее уже с круглыми скобками так же как для less и данный плагин сработает у нас и выполнит минификацию кода то есть удалит все пробелы ненужные точки запятой в конце строк все абзацы и приведет код в оптимизированный вид теперь создадим еще один pipe укажем здесь ренейм в круглых скобках мы можем передать объект с настройками вообще у большинства из этих плагинов также можно в круглых скобках что-то передавать все это можно изучать подробно вот здесь на страницах с этими плагинами смотреть какие-то примеры из готовых примеров документацию и после этого вы уже сможете использовать более расширенный функционал но пока мы используем такие достаточно базовые вещи здесь мы укажем base name есть вот такой вот параметр в этом объекте и указывается название то есть мы передадим main так как мы здесь решили что файл будет называться у нас main.css и также необходимо передать min для этого мы через запятую здесь передаем суффикс также можно передать префикс префикс будет у нас спереди перед названием main а суффикс будет после названия main поэтому мы здесь указываем суффикс .min и у нас добавится main после этого суффикс .min и уже в сам файл будет у нас формат из css и он вот здесь появится на данном этапе эта задача styles у нас сейчас полностью написана и пока что все что мы хотели реализовать в работе со стилями у нас готово давайте проверим выполнил галп styles видим сейчас что у нас здесь style.css также остался но появился файл main.min.css вот он файл минифицированный преобразованный из os в обычный css переименованный в соответствии с тем что мы указали и помещенный в нужный каталог сразу же из html подгружается у нас именно уже этот файл но нам необходимо будет сделать чтобы все предыдущие файлы у нас удалялись этим мы и займемся в следующий раз и посмотрим как работать с javascript всем привет дорогие друзья в этом уроке мы разберемся с тем как очищать наш каталог диск как раз таки мы будем вот эту задачу выполнять и уже после этого будет выполняться наши стили обрабатываться таким образом у нас не будет создаваться одни и те же файлы если вдруг вы что-то изменили или здесь переименовали и как раз таки нам эта функция и нужна для того чтобы сначала каталог dist удалить а уже потом выполнить обработку стилей скриптов изображений и всего остального и поместить их в каталог dist поэтому сейчас мы здесь сделаем следующее для начала перед тем как поработать с javascript мы сейчас создадим другую функцию назовем ее watch для того чтобы отслеживать какие-то наши изменения и мы сделаем здесь следующий код галп watch в круглых скобках мы укажем здесь следующее что мы хотим отслеживать здесь необходимо указать путь файлы который мы будем отслеживать то есть мы будем отслеживать файлы в каталоге styles поэтому мы указываем этот путь можем скопировать его вот здесь и когда любой файл в этом каталоге будет у нас изменен то есть мы просто здесь начнем писать код у нас будет что-то выполняться потому что галп watch будет отслеживать изменения по этому пути здесь через запятую мы можем указать таск который должен выполниться в случае изменения файлов в этом каталоге мы указываем здесь styles то есть если стили были изменены здесь добавлен новый файл или вот этот существующий уже просто был как-то изменен здесь что-то написано то у нас будет выполняться эта задача styles автоматически и у нас после этого просто все само перекомпилируется и добавится в этот каталог сохраним сейчас здесь мы экспортируем задачу watch и укажем здесь название этой функции давайте сейчас вызовем галп watch видим что сейчас у нас уже командная строка не завершилась здесь стоит такая вот линия в отличие от предыдущих случаев и это означает что у нас запущен watcher он отслеживает какие-то изменения как раз таки там где мы указали он следит за изменениями файлов и будет вызывать эту задачу каждый раз если что-то изменится например смотрите сейчас мы запустим вот этот файл поместим его вот здесь справа и в нашем файле styles мы пишем какой-то код добавляем здесь например тег а указываем ему текст декорейшн нон color какой-нибудь и все что нам только пожелается сейчас я нажму control s то есть сохранить этот файл и обратите внимание вот сюда вы видите что у нас автоматически выполнилась эта задача также здесь в терминале указано то есть стартовала задача styles сработала она за 40 миллисекунд это произошло потому что наш watcher был запущен и он отслеживал изменения в каталоге с нашими стилями как только он это заметил он вызвал задачу styles здесь у нас что-то изменилось он это все перекомпилировал и быстро сразу же перенес вот сюда то есть сохранил здесь файл main.min.css минифицировал и сделал в общем-то все задачи которые мы вот здесь указывали и это все произошло автоматически вам нужно просто писать код нажимать control s для того чтобы сохранить ваш файл а здесь уже на выходе вы получаете готовый код со всеми этими минификациями в обычном css при необходимости здесь также можно подключить авто префиксы добавить карту source map и многое другое но это будет уже чуть позже мы также рассмотрим как здесь можно дополнительно улучшить все это но пока что мы будем смотреть более простой пример пока мы не завершим с этой простой тестовой сборкой для того чтобы вы вообще разобрались как здесь все устроено и какие преимущества действительно дает нам галп думаю сейчас уже на этом этапе вам заметно что они действительно у нас есть и с каждым уроком их будет все больше и больше для того чтобы завершить вот эту задачу watch мы переходим в терминал нажимаем control c и у нас завершилась эта задача как вы видите теперь мы можем снова вводить команды давайте создадим здесь сейчас одну константу назовем ее build и в нее поместим следующий код galp series есть две такие функции series и parallel для того чтобы выполнять любое количество вот этих задач тасков которые мы создавали в виде styles, watch, clean и другие которые мы будем создавать в разных режимах series позволяет выполнять их последовательно то есть если мы здесь через запятую передадим задачи clean, а потом styles у нас выполнится сначала clean, потом styles если мы укажем здесь galp parallel, то они будут выполняться параллельно в некоторых случаях например при обработке стилей и java script файлов можно их выполнять параллельно потому что они друг от друга никак не зависят и если можно эту задачу разделить то почему бы не сделать это это произойдет быстрее у вас отдельно скомпилируются java script файлы и обработаются и отдельно css и все это распараллелится с помощью вот такого метода но сейчас мы здесь указываем series нам здесь необходимо сделать следующее мы здесь выполняем clean то есть очищаем наш каталог с помощью этой задачи далее мы указываем здесь styles то есть нам обязательно нужно будет в первый раз выполнить обработку наших стилей и после этого мы дополнительно запустим здесь наш watcher укажем здесь задачу watch и он будет у нас уже висеть в терминале и постоянно отслеживать какие-то дальнейшие изменения которые мы здесь ему прописали таким вот образом мы сделали еще одну задачу она уже более сложная она объединяет в себе три другие выполняет их последовательно как вы видите и мы можем ее также экспортировать мы здесь делаем exports build и указываем название этой константы build мы могли в принципе сразу вот здесь через равно записать вот это значение но можно сделать и вот так чтобы было более наглядно и также давайте сделаем exports default как мы делали в самом нашем первом примере с обычной пустой функцией здесь также укажем build у вас в default не обязательно будет выполняться build но в данном случае они совпали то есть default срабатывает когда вы пишете просто команду gulp то есть мы сейчас напишем вот так вот gulp и у нас сработает эта задача default то есть задача build которую мы только что написали или же вы можете написать здесь gulp build и в данном случае сработает то же самое но согласитесь что задача по умолчанию вызывается намного проще пишите gulp сразу же одним словом просто выполняете все что здесь указано а именно как раз таки задачу clean, styles и watch и вы видите что все у нас сработало в этот раз уже каталог dist был удален изначально благодаря вот этой задаче clean потому что вы видите что файл здесь который у нас впервые создался сейчас уже его нету после этого стили скомпилировались в первый раз а дальше запустился watcher и вот он сейчас здесь висит находится в режиме ожидания и отслеживает любое изменение вот в этих файлах то есть если мы здесь что-то изменим то автоматически он запустит эту задачу styles быстренько все это преобразует скомпилирует и поместит вот сюда уже готовый результат то есть мы получили все то что желали в следующем уроке мы настроим javascript и завершим нашу первую тестовую сборку но это далеко не конец этого курса потому что мы будем усложнять то что мы изучили сейчас рассмотрим дополнительные возможности плагины и улучшим нашу сборку сделаем ее намного круче с большим количеством возможностей всем привет дорогие друзья давайте сейчас завершим нашу работу и поработаем с javascript файлами создадим также функцию назовем ее scripts я вам рекомендую дополнительно писать здесь хотя бы минимальные комментарии то есть вы можете написать например задача для обработки скриптов или же задача для обработки стилей очистка каталога вот здесь указать комментарий что это пути к нашим изначальным файлам и файлам назначения здесь подключение модулей и так далее чтобы вам в дальнейшем было проще или же другим людям если вы будете работать например с кем-то делиться этой сборкой с другими разработчиками поэтому обязательно здесь комментируйте как минимум для себя здесь дальше мы указываем точно так же как и в стилях с помощью return gulp src path только здесь у нас будет уже scripts и так же у нас будет src здесь через запятую мы можем передать объект в принципе мы тоже самое могли сделать и в css давайте сейчас попробуем на примере javascript source maps укажем здесь true то есть мы можем включить эту карту и сейчас я покажу вам зачем она нужна давайте создадим здесь какой-нибудь первый наш пайп и пусть это например будет babel мы пока еще не устанавливали плагин babel также углифай нам понадобится и concat давайте сейчас перейдем вот сюда чтобы видеть наглядно как у нас все это будет установлено завершим нашу задачу если вдруг она у вас также включена и здесь уже напишем зная эту команду npm i минус d galp babel здесь я написал неправильное название как вы видите появились ошибки и ничего у нас не было установлено просто исправляем ее и выполняем заново у нас устанавливается данный модуль вот вы видите он здесь появился теперь установим здесь concat он позволит нам автоматически объединять несколько файлов в один то есть у нас может быть например код написан в разных файлах это может быть отдельные функции вынесены в другой файл здесь у нас основной какой-то функционал и все это можно с помощью плагина concat объединить поэтому мы устанавливаем npm i минус d galp concat я уже не показываю все эти плагины на этой странице npm.js но вы можете их найти и я рекомендую вам это сделать чтобы подробнее рассмотреть что же можно сделать дополнительно с этой библиотекой какие она возможности дает посмотреть примеры кода но здесь уже я вам показываю конкретно что мы устанавливаем те или иные плагины нажимаем enter ждем пока установится видим что у нас появился здесь еще один плагин у нас также необходимо установить плагин с названием galp aglify он позволяет минифицировать javascript код и оптимизировать его поэтому мы его здесь также добавим и добавим еще один здесь модуль он у нас называется babel core то есть ядро babel его также необходимо установить таким вот образом чтобы наш babel работал и корректно переводил javascript из новых стандартов в более ранние для того чтобы весь ваш код который вы пишете поддерживался в старых браузерах поэтому мы установили babel core и galp babel вот теперь у нас уже финальный список этих плагинов нам необходимо здесь подключить все что мы сейчас здесь добавили подключаем здесь babel указываем в require здесь galp babel далее мы подключаем углифай указываем galp aglify galp concat мы подключим babel core мы не подключаем он нужен для самого babel поэтому здесь вот такими вот тремя модулями мы в принципе все что необходимо для javascript сейчас подключили теперь переходим дальше в нашу задачу скрипт здесь babel мы уже вызвали просто с круглыми скобками без каких-либо дополнительных параметров далее точно таким же образом мы вызовем углифай он сработает после babel все минифицирует сожмет и наш код будет более оптимизированный здесь вызовем следующим пайпом нашим concat в круглых скобках мы укажем название main.min.js как вы видите здесь в принципе rename не обязательно использовать можно с помощью concat объединить несколько файлов в один и сразу же дать им корректное название вот здесь в результате в принципе такую же возможность можно было подключить и здесь в css мы могли объединять все файлы less в один и после этого их переименовать в какое-то другое название но здесь на двух разных примерах вы видите какие вообще есть возможности после того как мы выполнили три вот этих действия с нашим джаваскриптом давайте сделаем последний наш пайп укажем куда это все будет у нас записываться это будет записываться в наш путь scripts.dest из этой константы и в принципе данная задача у нас готова но чтобы ее проверить нам необходимо ее также экспортировать вот здесь с помощью alt я устанавливаю несколько курсоров в s-code и могу написать здесь одновременно в двух местах scripts таким вот образом я экспортировал эту задачу также давайте в наш watcher добавим отслеживание скриптов здесь мы будем отслеживать путь scripts src и в случае если вдруг у нас скрипты изменились мы будем выполнять эту задачу scripts которую только что написали а вот здесь в нашей константе build мы будем делать следующее через запятую мы можем указать не только отдельные какие-то задачи но мы можем также указать здесь galp parallel то есть выполнить параллельно и как раз таки то о чем я вам говорил выполнить параллельно скрипты из стиля то есть мы выполняем очистку теперь здесь мы уже добавили параллельное выполнение стиля и скриптов и после того как это завершится последовательно выполняется watch то есть запускается watcher и отслеживает изменения стиля и скриптов уже в дальнейшем и при необходимости перекомпилирует все скрипты все стили и поместит все вот сюда в наш финальный каталог будет вызываться у нас не все сразу что было бы не очень оптимизировано а именно то что требуется то есть если мы изменили стили будет выполняться запуск задачи стилей если изменили скрипты для скриптов и вот сейчас мы можем уже выполнить просто galp ошибок никаких нет значит мы все сделали правильно у нас выполнился clean выполнился styles, scripts вы видите за сколько времени далее watch и он ждет пока мы что-то изменим перейдем в этот каталог видим файлы которые у нас здесь создались пока что они пустые давайте здесь напишем какой-нибудь код в интернете я нашел код написан на ES6 это относительно новый стандарт и здесь поддерживаются классы но сейчас мы изучаем не javascript суть здесь в том что мы помещаем вот такой вот достаточно новый код в наш файл main.js давайте даже разделим его на два отдельных файла здесь оставим несколько пустых строк создадим здесь новый файл ну например назовем его classes .js и сюда вынесем наш класс а в файле main.js у нас будет выполняться вызов этого класса и какие-то действия после этого вы видите каждый раз когда мы обновляем эти все изменения сохраняем страницу у нас срабатывают определенные задачи в данном случае scripts и сейчас как раз таки у нас два отдельных файла благодаря вот этому плагину concat они объединяются все в один и получается у нас файл main.js вот он один файл в результате здесь получился запустим его мы получаем вот такой вот код в этом файле и вот таким вот образом мы сейчас также научились работать с javascript мы здесь можем это все обрабатывать минифицировать приводить к более старым стандартам конкатенировать несколько файлов в один и в результате все это перемещать вот сюда то есть таким образом мы сейчас создали свою тестовую сборку и она уже позволит вам писать код и некоторые задачи упрощать и оптимизировать но это далеко не все возможности в следующем видео уроке я покажу вам как это все можно повторно использовать и не писать каждый раз заново не просто скопировав этот файл и постоянно создавать каталог и перемещать его туда а мы сделаем это чуть умнее как раз таки будем использовать все возможности которые нам дает node.js и также создадим из этого репозиторий чтобы в любой момент удобно скачивать свой код с помощью клонирования всем привет дорогие друзья в этом уроке как я и говорил мы сделаем так чтобы данную сборку было легко повторно использовать и вы могли в любой момент начать работать со своим проектом просто скачать быстренько установить все эти модули и у вас будет все готово к работе для начала мы должны будем это все добавить на гитхаб создать репозиторий и весь наш код туда запушить но сперва мы создадим файл который называется gitignore в данном файле мы можем указать что мы хотим исключить из добавления в репозиторий то есть например node.modules нам ни в коем случае нельзя добавлять в репозиторий во-первых этот каталог слишком много весит во-вторых весь этот каталог с плагинами скачивается автоматически когда мы вводим команду с помощью node.js сейчас мы укажем здесь slash node.modules для того чтобы исключить этот каталог после этого мы укажем также каталог dist нам не нужно чтобы он добавлялся в финальный наш репозиторий потому что данный каталог будет автоматически создаваться сам когда это будет необходимо также мы здесь добавим файл package.log.json он в принципе нам не нужен поэтому мы здесь укажем его название видите что каталог указывается с помощью slash а просто файл просто его название в index.html при необходимости можете сделать так как вы хотите видеть структуру вашего проекта здесь уже подключены css и javascript и также в принципе можно исключить каталог src но необходимо будет эти файлы тогда самостоятельно создавать либо же здесь просто можно удалить все что здесь есть чтобы не добавлять на репозитории лишний код а оставить саму структуру в пояснении также можно указать что необходимо код весь писать в каталоге src скрипты в этом каталоге стиле в данном каталоге также здесь я создам сейчас файл readme.md в этом файле указывается описание как вообще пользоваться данным проектом что здесь нужно сделать сейчас я не буду вам рассказывать про синтаксис markdown и как создавать этот файл у меня на youtube канале есть видео как этим синтаксисом пользоваться и как здесь создавать данный файл с описанием сейчас я быстро здесь все это сделаю и покажу вам что у меня получилось в результате вы же можете это описание не создавать если вы код этот пишите для себя и даже в принципе не создавать readme.md и gitignore если не планируете создавать из всего этого репозиторий но я покажу как можно это сделать у меня получился вот такой вот readme.md файл здесь самое главное что вам необходимо знать это как он будет выглядеть в репозитории на гитхабе то есть когда вы открываете любой репозиторий на гитхабе у него снизу есть файл readme.md и он отображается в виде вот такого вот текста здесь может быть ссылки, картинки, таблицы, много чего другого это синтаксис markdown как раз таки здесь я все это указал заполнил эту информацию то есть название, описание, какая структура у каталогов должна быть инструкция как этим в дальнейшем пользоваться и сейчас как раз таки мы посмотрим как повторно использовать нашу сборку любое количество раз и также поделиться с другими разработчиками ссылки здесь полезные ссылки я собрал для вас это сборка которую я делал более усовершенствованная и крутая вы также можете ей воспользоваться скачать этот код с гитхаба там также есть инструкция она точно такая же как и здесь документация галп на русском языке рекомендую вам ее использовать если у вас есть затруднения с английским или же смотреть на официальном сайте галпа всю эту документацию также здесь указаны все пакеты которые мы использовали с кратким описанием вот здесь как вы видите галп бейбл я забыл указать сейчас быстренько дополним здесь этот текст дописали здесь описание и какая-то дополнительная информация мои контакты можете также это все посмотреть после того как вы подготовили этот файл нам необходимо все это загрузить на репозиторий то есть мы уже указали gitignore чтобы что-то исключить для начала мы перейдем на вкладку source control в этом редакторе visual studio code нажмем инициализировать репозиторий у вас должен быть уже установлен гид для этого курс у меня есть по гиту отдельно поэтому если вы сейчас не понимаете что происходит это не страшно данный урок является необязательным то есть запушивать на гитхаб весь ваш код не обязательно только если вы хотите сделать это все более удобным для себя или же поделиться с другими разработчиками своим кодом так как я сейчас добавлю этот код в репозиторий я оставлю вам ссылку вы сможете пользоваться данным кодом скачивая его из моего репозитория и вам нет абсолютно никакого смысла создавать репозиторий с точно тем же самым кодом поэтому можете просто понаблюдать за этими действиями и понять зачем вообще я их выполняю и как воспользоваться нашей сборкой после того как она будет уже на гитхабе здесь на гитхабе я сейчас создаю новый репозиторий назову ее test galp build и нажимаю create репозиторий здесь нам указывают команды которые необходимо ввести чтобы все добавить сюда git init мы уже выполнили нажатием кнопки инициализировать репозиторий далее необходимо сделать добавление всех файлов и commit это также делается очень просто вот здесь указываем какой-то текст нажимаем галочку и у нас выполняется сразу две вот этих команды после этого мы можем не переименовывать ветку в main пропускаем эту команду выполняем следующую то есть перейти к удаленному репозиторию делаем это здесь в терминале выполнили и git push указываем не main а master так как мы вот эту команду пропустили ветка у нас по умолчанию называется master поэтому мы здесь указываем все точно так же только вместо main master выполняем ждем пока весь наш код запушится на удаленный репозиторий запушится весь код кроме вот этих серых файлов и каталогов потому что мы их добавили в git ignore package.log.json, not-modules и dist все остальное появится у нас сейчас на репозитории то есть сейчас мы обновляем эту страницу с репозиторием и уже видим код весь код появился сейчас здесь у нас каталог src был пустой то есть здесь не было никаких файлов и как вы видите он также у нас не запушился но ничего страшного в этом нет мы в принципе видим здесь структуру и можем ее вручную воссоздать в любой момент единственное здесь конечно небольшая ошибка произошла также вот здесь я вижу ошибка но с этим синтаксисом markdown вечно такое бывает то есть здесь необходимо добавить два пробела чтобы у нас выставился новый абзац также вот здесь где ссылка два пробела я добавляю прямо здесь на этом сайте пишу update readme md и делаю commit вот этого фрагмента который я сейчас изменил вы видите сейчас уже на отдельных строках у нас это все отображается и здесь эти две ссылки и мы сейчас попробуем воспользоваться данной инструкцией для того чтобы нашу сборку использовать повторно например представьте ситуацию что у вас эта сборка находится в удаленном репозитории в вашем или же в моем ссылку вы на нее сможете найти и использовать по данной ссылке весь код который здесь размещен он абсолютно бесплатен и вы хотите этой сборкой воспользоваться сейчас мы как раз таки попробуем как это все можно сделать сейчас я закрою данный каталог полностью его удаляю с рабочего стола и представляем ситуацию что у нас ничего нет мы начинаем с чистого листа мы перешли на страницу с репозиторием данного проекта здесь мы можем нажать код или же скачать его в виде zip архива если у вас например гита нету в принципе так можно сделать он у вас скачается в загрузке разархивируете и можно с ним работать но так как у меня есть гид я воспользуюсь вот этой ссылкой я ее скопирую на рабочем столе открою терминал выполню команду git clone и копирую сюда весь репозиторий прямо на рабочий стол вот вы видите он появился то же самое у вас будет если вы перейдете в загрузки вот у вас архив который мы скачали он называется только defice master а так все то же самое можете переименовать можете оставить и вот он весь этот код я его удалю и покажу на том примере который я склонировал с помощью гита теперь давайте посмотрим что же здесь я указал в инструкции то есть то чего вы еще скорее всего не знаете нам необходимо скачать все файлы в любую директорию мы это выполнили после этого ввести в терминале команду npm i то есть npm install давайте сделаем это откроем в редакторе vs код наш проект вот этот редактор уже можно закрыть и вот вы видите все наши файлы создаем терминал находимся в этом каталоге и указываем команду npm i или же npm install если вы пишите полную версию у нас выполняется установка всех модулей из этого файла package.json смотрятся названия которые должны быть установлены и все это разархивируется в node-modules через интернет также как вы видите package.json сам создался после этого поэтому мы его не добавляли в репозиторий и вот такой вот одной командой которую мы сейчас ввели npm i буквально за несколько секунд у нас все эти модули скачались весь каталог node-modules у нас сам появился package.json также появился и все то что у нас уже и было сейчас будет работать но единственное нам нужно здесь сейчас создать каталоги в соответствии с теми которые указаны в этой инструкции то есть мы создаем здесь каталог src внутри него мы создаем files также мы внутри создаем скрипт только скрипт у нас должен находиться в src а не в styles поэтому мы размещаем все на таком вот уровне здесь допустим у нас будет файл main.js а в скриптах у нас будет файл main.js и вот так вот мы уже можем приступить к работе то есть мы вводим команду galp у нас сейчас все будет работать сразу же без каких-либо настроек как вы видите мы уже на это время не тратим мы просто скачали репозиторий npm i создали вот эти вот наши файлы для джаваскрипта и css и можем работать здесь максимально быстро как вы видите выполнить команду galp мы сделали это запуск таска дефолт то есть по умолчанию и последнее действие это писать свой код и наслаждаться автоматической сборкой проекта то есть как вы видите инструкция максимально проста когда у вас уже есть настроенный однажды сборщик galp вы просто скачиваете следуете этим простым действиям и теперь можете писать код то есть здесь теперь можно писать любой код который вас интересует также можно писать здесь и после того как вы все это сохраняете у вас запускается в зависимости от сохраненного файла watcher все это обновляет запускает необходимый таск и у вас в dist появляется уже готовый код как вы видите здесь в джаваскрипте появился код также в main.min.css у нас все появилось и мы смогли все это настроить таким вот образом сейчас я показал вам как очень быстро использовать готовую уже сборку вы можете перейти на эту ссылку и пользоваться ей но если вам требуется дополнительный функционал и вы хотите узнать больше то конечно же в следующих уроках мы будем рассматривать больше возможностей которые можно делать с помощью galp рассмотрим другие плагины и научимся их устанавливать и подключать поэтому обязательно переходите к следующим урокам и там мы будем улучшать свою сборку и добавлять новые возможности всем привет дорогие друзья в этом уроке мы улучшим нашу функцию styles и добавим здесь дополнительных возможностей для начала давайте перейдем в индекс html и создадим здесь например tagp с любым текстом после этого запустим наш индекс html файл я это делаю с помощью go live вы же можете просто открыть индекс html файл мы видим здесь текст таким вот цветом потому что мы в файле стилей указали и смотрите сейчас я увеличу размер в консоли и размер самого сайта если мы выбираем этот элемент то мы здесь видим стили которые к нему применены и указано main.min.css на первой строке это конечно неплохо но мы бы хотели чтобы указывалась строка в нашем файле less то есть в изначальном файле в котором мы работаем потому что нам не интересно что тут у нас на выходе получается на какой строке у нас тот или иной код а мы хотим видеть где находится этот код у нас в файле где мы работаем для этого можно сделать следующее мы установим сейчас такой вот плагин который называется gulp source maps он позволяет нам очень просто создавать эти карты специальные и благодаря ним мы будем видеть и строки в наших файлах less давайте скопируем здесь данную команду и установим его в dev dependency с помощью минус d вот он у нас установился копируем его название и подключаем здесь в самом верху назовем его просто source maps require и здесь название теперь в styles мы можем использовать этот плагин и смотрите как он просто используется здесь в примере сразу же можно это посмотреть мы должны в самом начале вызвать первым делом pipe source maps init поэтому можем скопировать эту строку вызвать ее здесь в самом начале и перед тем как записать все в конечную директорию мы делаем source maps write и таким образом мы запишем нашу карту которая будет создана давайте попробуем такой код и сейчас запустим проверим все ли у нас работает запускаем галп теперь мы можем здесь что-то отредактировать и давайте проверим изменилось ли у нас здесь что-то в отображении выбираем данный элемент и видим уже что у нас отображается main.less четвертая строка то есть действительно у нас все сейчас прекрасно работает и мы видим все изменения уже относительно того файла в котором мы работаем и все эти элементы которые мы здесь и указываем будут нормально корректно отображаться на html когда вы работаете с инструментами разработчика это очень важно и поэтому source map необходимо всегда устанавливать это незаменимый просто инструмент в принципе как вы видите с ним работать очень просто здесь никаких больше настроек не требуется его также можно использовать и для джава скрипта например возможно у вас будет какой-то другой формат то есть TypeScript или CoffeeScript или даже для того же джава скрипта то вы можете подключать это все и к джава скрипту давайте в принципе так и сделаем укажем здесь в нашем этом элементе source maps init вот здесь мы указывали source map который по умолчанию включен в галпе но с ним возможно какие-то некорректные работы и он работает не так как ожидается в таком случае мы просто подключаем то что мы сейчас установили здесь мы указываем source maps init и в самом конце вы видите здесь указан какой-то дополнительный путь в этих кавычках то есть так тоже можно сделать мы можем здесь указать какой-то путь например .slash и сохранить теперь если мы здесь будем работать в нашем джава скрипт файле что-то здесь сохраняем то все изменения которые вы сможете через инструменты разработчика просматривать также будут относиться именно к вот этому файлу main.js а не к тому который у нас получается в финальной версии уже после того как сборщик его обработал поэтому source map мы здесь добавляем в принципе вот этот путь можно и не указывать оставить так здесь как было по умолчанию теперь давайте подключим еще один полезный плагин который нам пригодится это галп авто префиксер скопируем его название он будет добавлять префиксы для css стилей для разных браузеров если они будут требоваться также в main.js я сейчас удалю эту строку alert иначе она у нас будет постоянно здесь при обновлении страницы вот так вот появляться устанавливаем данный плагин также устанавливаем его в dev dependencies вот он появился копируем его название здесь подключаем и в примере видим как им пользоваться то есть мы вызываем pipe авто префиксер и здесь можно передать какой-то объект каскад false по умолчанию здесь показан такой пример но также все эти опции можно посмотреть вот здесь то есть вы можете увидеть что они все делают какие есть дополнительные возможности для настроек но скажу что то значение которое здесь предлагают по умолчанию его более чем хватает поэтому я буду использовать именно такой вариант который указан здесь в большинстве случаев его будет достаточно его можно вызвать после того как сработал наш препроцессор вот в этот момент у нас сработает добавление префиксов и после этого у нас будет выполняться следующие действия для clean css также дополнительно можно передать здесь объект и указать здесь различные настройки я укажу здесь level значение 2 я использую это значение постоянно оно в принципе меня устраивает но какие есть еще варианты можно посмотреть здесь находим этот плагин gulp clean css смотрим что здесь есть разные варианты то есть можно указывать поддержку Internet Explorer 8 например прямо так указав или разные другие параметры здесь показано как работать одновременно source map и clean css то есть мы его помещаем между инициализацией и записью в source maps ну мы в принципе так и сделали поэтому у нас здесь все корректно будет работать здесь на странице гитхаба можно посмотреть различные опции вот они как раз таки здесь оптимизационные уровни level 2 оптимизация и здесь можете перевести или почитать на оригинале что здесь происходит какие здесь опции включены на таком вот уровне и что будет происходить с вашим css кодом то есть каким образом он будет минифицироваться здесь указаны как раз таки все эти правила также здесь дополнительные какие-то есть параметры вся эта информация если необходимо можете с ней ознакомливаться но повторяю что в большинстве случаев установить просто level 2 здесь достаточно также как для автопрефиксера мы поставили cascad false и таким вот образом мы в принципе настроили то как будет у нас обрабатываться стиле здесь также я заметил что код не преобразовывался в более старые стандарты и баба у нас не работает такое ощущение поэтому я зашел на страницу gal.babel и вижу здесь использование то есть здесь указывают пресет и babel.env вот такой вот параметр поэтому давайте его здесь передадим создаем здесь внутри объект указываем такую вот настройку и сейчас попробуем скомпилировать что-нибудь что мы делали до этого например создать какой-то класс и например здесь пусть будет какой-то метод напишем здесь вот такой код давайте запустим gal.b мы получаем сейчас вот такую вот ошибку и она связана с тем что мы используем данный пресет но у нас он не установлен то есть его также нужно отдельно установить как мы устанавливали babel core вот здесь есть описание то есть как я к нему пришел на странице с этим плагином есть описание этих опций и в принципе вот здесь также есть указанная команда для установки то есть как вы видите gal.babel babel core необходимо было установить и также мы не устанавливали вручную babel preset.env поэтому мы можем выполнить эту команду то есть установить этот модуль укажем здесь npm install минус d babel preset.env устанавливаем и теперь у нас данный пресет должен по идее работать давайте попробуем снова выполнить gal.p видим что здесь все сработало посмотрим что у нас получилось в результате из javascript файла и вот вы видите что уже действительно наш вот этот маленький код с классом превратился вот в такой достаточно большой код с функциями то есть это все преобразовалось в более старый стандарт javascript и будет поддерживаться во всех браузерах также вот здесь добавился source maps если мы укажем как нам рекомендовали в описании этого модуля вот здесь укажем точку например заново попробуем запустить то мы видим что у нас появляется отдельный файл с расширением .map вот он здесь находится как вы видите и здесь просто указывается путь к нему а здесь уже указывается вся конкретная информация таким образом мы будем благодаря этой карте видеть что у нас происходит в файле main.js в консоли из инструментов разработчика и это будет очень удобно также можем поступить для css если мы сейчас обратим внимание на этот файл здесь также есть эта карта в этом файле если мы укажем здесь точку в кавычках теперь с помощью ctrl c остановим и вызовем снова галп у нас здесь появляется также отдельно эта карта и так уже будет намного правильнее сделать после этого у нас эта карта отдельно находится все так же будет у нас работать и в инструментах разработчика будет отображаться файл именно ls точно то же самое будет и для javascript или в дальнейшем вы можете работать например с typescript кофискрипт или какими-то другими синтаксисами и это будет отображаться именно в вашем исходном файле в котором вы ведете работу как вы видите сейчас мы рассмотрели source map автопрефиксер и также доработали наш бабл сделали здесь правильную настройку и установили еще один дополнительный модуль и таким образом усовершенствовали нашу сборку всем привет дорогие друзья в этом уроке мы будем настраивать новый таск который поможет нам сжимать изображения выполнять их компрессию и мы будем это делать с помощью gulp-image-min вот такой вот плагин давайте его сразу же установим копируем эту команду здесь пока завершим и установим ее в dev-dependencies как обычно дожидаемся и вот он у нас здесь появился давайте его сразу же подключим в нашем gulp-файл переходим в самое начало здесь укажу название просто image-min а здесь правильное название этого плагина теперь здесь создадим новую функцию назову ее img и здесь мы сейчас будем выполнять весь необходимый код посмотрим примеры которые здесь имеются базовый пример и пример с какими-то дополнительными опциями также это все можно подробно почитать на их сайтах с документацией и разобраться как же это все устроено давайте для начала возьмем базовый пример вот мы его подключили с таким названием image-min и теперь сделаем все что здесь указано укажем здесь return gulp-src здесь указано просто gulp-src без return потому что здесь используется стрелочная функция но у нас здесь используется обычная функция и мы должны обязательно указать здесь return здесь указывается путь к изображениям давайте его сейчас отсюда вырежем и создадим здесь вверху в нашей константе напишем здесь images и у нас будет src то есть здесь будет у нас изначальный путь это src images или же мы назовем ее img так будет намного проще и звездочка то есть здесь любые файлы давайте сразу создадим здесь новый каталог img чуть позже поместим туда картинки также у нас должен быть каталог назначения то есть куда мы это все записываем поэтому мы здесь вырезаем или запятую указываем здесь dest и у нас здесь будет каталог dist img теперь мы укажем здесь правильные пути path images src src и здесь у нас будет path images best таким вот образом мы сейчас подключили самую базовую самую простую компрессию наших изображений давайте также экспортируем эту функцию в виде отдельной задачи чтобы ее можно было вызывать с помощью galp.emg отдельно при необходимости и также можно будет добавить ее вот сюда в наш финальный build где у нас будет выполняться сразу все из сжатия изображений в том числе укажем здесь export img данную функцию и вот здесь можно параллельно со стилями и скриптами добавить также этот task img давайте это сделаем в принципе он у нас может вызываться отдельно может вызываться сразу же здесь сейчас я найду несколько изображений помещу их сюда и мы попробуем выполнить наш galp для того чтобы проверить как он сожмет эти изображения и что изменится вот я нашел пять изображений сейчас абсолютно неважно каких на данном этапе и их общий размер 3,16 мегабайта давайте сейчас мы выполним здесь galp он работает уже чуть чуть дольше потому что он сжимает наше изображение как вы видите на это ушла 1,62 секунды и после этого в каталоге dist у нас также появился каталог img с этими картинками давайте посмотрим что-то изменилось или же нет видим пять тех же самых картинок и их размер 1 мегабайт 38 то есть они сжались у нас чуть больше чем в два раза то есть все отлично у нас отработало и даже без каких-либо настроек у нас image min корректно работает при необходимости здесь можно дополнительно расширить этот task и посмотреть какие здесь есть возможности здесь как вы видите из названий даже в принципе достаточно понятно какие-то параметры для jif изображений для jpeg для png то есть мы можем здесь это все более детально настраивать для svg изображений векторных все это можно настраивать указывать optimization level уровень оптимизации также вот эта настройка прогрессив true в принципе я ее рекомендую вам использовать как минимум ее для обычной даже настройки то есть вот здесь где мы использовали общую настройку image min можно передать объект и указать здесь прогрессив значение true в принципе это тоже полезная функция она немного лучше сжимает изображение а уже при необходимости дополнительно можно ознакомиться с этими параметрами и расширить этот функционал так как вам потребуется также вы видите что здесь можно указать по отдельности для разных форматов а вот здесь указано просто все те же самые параметры в одном общем объекте для image min тогда будет применяться для всех форматов и как раз таки вот они все здесь параметры прогрессив true мы уже установили optimization level также можно изменить а все остальное уже опционально то есть при необходимости можно дополнительно добавить также обратите внимание когда у нас выполнилось сжатие мы здесь сразу видели что сохранено у нас 1.86 мегабайта это 56 процентов на такой вот объем получилось минифицировать наши пять изображений поэтому здесь также эта информация указывается в качестве самостоятельной работы попробуйте здесь разные варианты добавить для плагина image min например optimization level значение 1 2 3 или же 5 как здесь указано и попробуйте скомпилировать эти изображения сжать их посмотреть разницу между этими уровнями сколько будет сэкономлено мегабайт в процентах и также в объеме и также посмотрите на глаз эти изображения сильно ли они изменились то есть видно ли что они сжались и качество действительно ухудшилось или качество в принципе не пострадало но размер уменьшился поэтому все эти варианты попробуйте найдите какой-то оптимальный для ваших проектов чтобы не слишком сильно ухудшалось качество но при этом была видна выгода от компрессии этих изображений ну а в следующем же уроке мы продолжим расширять возможности нашей сборки всем привет дорогие друзья в этом уроке мы рассмотрим как подключить плагин для минификации html и посмотрим как он работает переходим на страницу gulp html min и устанавливаем данный плагин копируем команду вставляем здесь и устанавливаем ее в DevDependences после этого мы ее подключим просто скопируем отсюда данную строку чтобы не писать это все вручную и здесь мы можем указать такой вот task для минификации html если это вдруг необходимо по каким-то причинам как вы видите здесь синтаксис task немного отличается давайте рассмотрим заодно данный синтаксис сделаем вот здесь этот код и посмотрим в чем же его отличие в принципе можно использовать и тот и тот и тот в зависимости от того какой вам больше нравится но раз мы уже используем синтаксис функциями то предлагаю дальше его использовать но здесь сразу же создается task с помощью gulp task указывается его название круглые скобки стрелочка это стрелочная функция и сразу же указывается здесь return и что будет у нас выполняться если у вас выполняется одна строка можно в принципе оставить просто gulp src без фигурных скобок return но это уже все javascript и особенности именно javascript и нового стандартной ecmascript 6 но мы сейчас переделаем ее под такой же вариант как мы использовали везде чтобы у нас все было в едином стиле название здесь укажем html и здесь перенесем вот этот код как вы видите здесь указано у нас два пути поэтому мы их сейчас также добавим вот здесь у нас будет src и dest здесь можно скопировать в принципе этот путь то есть мы укажем здесь src и в этом файле любые файлы звездочка .html или же мы можем просто указать точка слэш звездочка html чтобы рассматривать все файлы которые у нас находятся прямо вот здесь в корне но можно также сделать как и было до этого то есть в таком случае нам нужно будет всю разработку вести в src в том числе и индекс html такая структура будет даже более правильная а в результате мы все будем помещать в dist давайте просто сейчас перенесем индекс html в src здесь у нас два пути установлено укажем их вот здесь и вот такая вот функция у нас сейчас уже имеется здесь также экспортируем этот task укажем здесь html и в самом начале параллельно или же даже давайте вот здесь укажем последовательно html запятая а уже после этого мы будем обрабатывать стили скрипты и изображения попробуем что же у нас получилось запускаем галп видим что у нас все отработало сначала html потом стили скрипты и изображения и теперь у нас включился watcher который отслеживает что у нас изменяется в результате видим здесь у нас в каталоге dist дист index.html вот он сжатый минифицированный html файл и если вам нужно так сделать то можете использовать этот плагин установить его как вы видите очень простой task мы здесь создали запустить его прямо в нашем task build или же при необходимости запускать его отдельно с помощью gulp html и таким вот образом у нас превращается весь html в минифицированную версию помещается в каталог dist думаю здесь все было просто вы уже самостоятельно можете здесь дополнительно все изучить на самом деле здесь настроек практически никаких дополнительных нету а данный плагин очень простой и легко подключается и легко используется всем привет дорогие друзья сейчас мы установим очень маленький простой плагин который называется gulp size для того чтобы посмотреть в консоли когда у нас все будет компилироваться размер того или иного файла давайте скопируем сейчас команду для установки установим данный плагин видим что вот он у нас появился после этого мы здесь его подключаем и можем использовать в соответствии с этими готовыми примерами здесь как мы видим в момент перед тем как файл у нас отправляется в конечную директорию вызывается pipe с одной единственной функцией size и все таким вот простым образом можно его подключить в любом месте например здесь в html перед тем как компилируются данные файлы в css перед последней строчкой и в java скрипте также давайте попробуем указать этот плагин в нашем таске с изображениями если не сработает то мы просто удалим эту строку сейчас посмотрим напишем здесь galp и давайте взглянем что мы здесь видим в результате мы видим html скомпилировался размер всех файлов html 347 байт далее у нас стартовали стиле скрипты параллельное изображение и мы видим здесь размеры 367 и 1 килобайт скорее всего они написаны в последовательности стиле скрипты а далее у нас также для изображения указался размер то есть когда этот таск он сработал этот таск выполняется некоторое время как вы видите 1.73 секунды выполнялся поэтому мы увидели это чуть чуть позже чем для стиля и скриптов размер и в принципе вот так вот удобно можно это просматривать также здесь есть различные параметры которые можно дополнительно указать один из них интересный это showfiles то есть мы можем указать здесь объект showfiles значение true давайте это сделаем везде то есть добавим это в стилях в html и также в наших изображениях здесь конечно в консоли у нас получится достаточно много информации но если вам это необходимо то можете это указать то есть здесь как вы видите каждый файл отдельно показывается как он был сжат даже в той последовательности в какой это все происходило и выводится название и размер таким образом вы видите что здесь у нас файл занимает 383 байта изображение 4.jpg 283 килобайта и так далее также видно общий размер all files и вы уже здесь конкретно видите что этот размер у нас для стилей этот размер у нас чуть ниже идет для скриптов далее у нас размер для картинок и все в этом духе вот таким вот образом можно удобно выводить эту информацию о размере файла если она вам необходима с помощью такого вот простого плагина size сейчас мы сделаем такую вот возможность чтобы наше изображение не сжимались каждый раз все а только те которые добавились новые у нас в наш каталог ing таким образом нам необходимо сейчас пофиксить то особенность что мы очищаем весь каталог dist нужно очистить все кроме img то есть там изображения сжаты уже должны храниться так как это процесс достаточно долгий мы не хотим каждый раз просто так сжимать те же самые изображения заново поэтому мы будем отслеживать только новые изображения которые там появились и отслеживать но для этого давайте для начала вот здесь внесем небольшие изменения в нашу функцию clean мы укажем здесь следующим образом шаблон для dist slash то есть очистить все в этом каталоге и через запятую мы можем передать еще один параметр здесь указываем восклицательный знак это отрицание в globe шаблонах здесь можно использовать такой вот символ и здесь указываем dist slash img то есть мы исключаем из удаления каталог img все будет удалено кроме этого каталога и такой вот простой единственной строкой мы сейчас это добились давайте проверим вызовем сейчас только отдельно gulp clean так как у нас есть такой таск у нас сейчас все очистилось кроме каталога img вы видите что он остался в каталоге dist и это то что нам нужно теперь мы скачаем такой вот плагин gulp newer который позволяет отслеживать только новые файлы и как раз таки здесь приведен пример как можно это делать на примере с image min давайте сейчас установим добавим минус d здесь за главную также скопируем строку для его подключения только здесь заменим на const и теперь в таске где у нас изображения обрабатываются нам необходимо подключить дополнительные вот эти возможности которые здесь указаны мы здесь подключаем newer и указываем здесь путь назначения то есть где у нас будут находиться уже конечные файлы сжатые с изображениями видите что здесь есть такая переменная и указан путь где они хранятся поэтому мы здесь указываем самым первым pipe это img destination просто скопируем его вот отсюда оно будет совпадать с тем которое у нас указано вот здесь dist img и вы видите что здесь у нас примерно такая же картина далее выполняется image min у нас выполняется с некоторыми дополнительными настройками image min также здесь выполняется у нас size но это уже не важно и после этого в конечный каталог у нас происходит запись этого файла то есть наших изображений и если у нас все те же самые изображения этот таск просто не будет выполняться у нас и изображения не будут заново сжиматься хотя они уже были сжаты поэтому сейчас мы запустим галп и проверим это мы видим что минифицировано ноль изображений то есть не было выполнено сжатие для этих изображений так как они у нас уже находились в этом каталоге предыдущего раза и они не удаляются даже когда мы запускаем команду galp команду clean потому что мы исключили каталог EMG из очистки таким образом там будут храниться все сжатые изображения и в момент когда мы будем здесь добавлять какие-то новые они будут сжиматься и добавляться сюда а в тот момент когда у нас просто выполняется этот таск ничего минифицироваться не будет потому что смысла в этом нету изображений уже и так находятся здесь давайте сейчас закомментируем этот код и еще раз выполним команду galp мы видим что изображения здесь у нас уже были но при всем при этом они заново у нас минифицировались вот вы видите эту строку и это заняло у нас почти 2 секунды конечно же это очень невыгодно для нас там может быть огромное количество картинок и каждый раз сжимать все картинки нет никакого смысла и ждать из-за одной картинки или даже например из-за нуля новых картинок ждать пока все они заново сожмутся абсолютно нет никакого смысла поэтому мы добавляем здесь плагин newer подключаем его очень простым образом вносим здесь единственную коррективу в функцию для очистки каталога dist оставляем здесь изображения уже сжатые и после этого у нас экономится огромное количество времени и выполняется сжатие только тех картинок которые были добавлены новые всем привет дорогие друзья вы наверняка знаете и пользуетесь такой возможностью как live reload или же обновление браузера в режиме реального времени то есть вы пишите код изменяете его сохраняете и автоматически в браузере у вас все отображается и вам не нужно перезагружать страницу и это очень удобно сокращает время если особенно у вас несколько мониторов вы в одном пишите код во втором видите сразу же все изменения и чтобы сделать такой вот локальный сервер который будет все автоматически перезагружать на галпе мы можем использовать плагин browser sync давайте его установим также устанавливаем его в dev dependencies дожидаемся завершения и после этого нам необходимо будет его подключить и настроить здесь как вы видите есть страница гитхаба и главная страница официальная данного плагина на npm.js нет никакой информации как это все настраивать поэтому нам необходимо перейти на их сайт и посмотреть что они здесь пишут если перейдем на официальную страницу этого плагина то в самом низу мы можем найти gulp integration то есть как все это настроить в галпе и мы здесь видим что необходимо для начала установить npm install browser sync save dev gulp здесь нам уже устанавливать не надо так как он у нас установлен вот это минус минус save dev это не что иное как минус d за главное поэтому устанавливаем сейчас в dev dependencies данный плагин видим что он у нас установился здесь у нас появился этот плагин и нам необходимо его подключить смотрим что нам здесь пишут в этом примере нужно подключить его в любую переменную мы создадим константу с помощью require его название и также укажем точка create круглыми скобками поэтому мы здесь создаем константу назовем ее browser sync с помощью require мы ее подключаем и указываем точка create с круглыми скобками нам необходимо скопировать вот такую вот строку и в тех местах где у нас выполняется обработка или скриптов вызвать этот поток для browser sync поэтому мы сейчас переходим в например в наш html в самый низ после того как мы создали уже результирующий файл мы можем также здесь вызвать browser sync стрим только здесь у нас написано с маленькой буквы поэтому мы указываем именно такое название здесь точка запятой не нужна в таком случае строки копируем эту строку и указываем ее также в стилях и в скриптах а в нашем task watch мы запустим сам сервер то есть нам необходимо его инициализировать вот такой вот примерно строкой давайте ее сейчас скопируем добавляем ее в наш task watch browser sync init здесь указываем сервер basedir .slash то есть это директория в которой у нас находится проект так как он у нас находится в src а не в этом прям корне мы указываем также еще src и я думаю нужно добавить ну и сейчас мы это все проверим если что-то будет не работать мы этот путь подправим если у вас html файл например находится прямо здесь в корне то так оставляете .slash как было по умолчанию при изменении html у нас не будет происходить обновления нужно это добавить вручную в очередь а при изменении css и javascript у нас автоматически сервер будет перезагружаться поэтому мы также добавим здесь gulp watch и для html нашего пути src мы добавим что необходимо сделать browser sync reload и вот сейчас если мы все сделали правильно и указали корректный путь у нас по идее все должно заработать давайте попробуем сейчас выполнить здесь task gulp видим сейчас здесь ошибку давайте разбираться в чем же проблема у нас либо неправильный путь либо мы вот здесь неправильно обновляем браузер при изменении html файла конечно же вот здесь нужно делать не совсем таким образом мы указываем gulp watch и путь html далее здесь через точку мы указываем он в круглых скобках change то есть при изменении html файла и через запятую мы уже указываем браузер sync reload вот таким вот образом мы сейчас все подкорректировали давайте снова запустим gulp снова видим данную ошибку у нас браузер sync в каком-то месте видимо написано большими буквами давайте проверим и вот мы видим действительно у нас вот здесь указано браузер sync за главной буквы во всех остальных местах мы указывали с маленькой буквы поэтому это также очень важно снова запускаем как вы видите терминал помогает нам все эти ошибки отслеживать и вот сейчас уже у нас все запустилось это означает что путь у нас также здесь указан правильный к базовой директории там у нас находится html файл вы видите что у нас сразу же после команды gulp открылся браузер и все что мы будем делать у нас будет отображаться в браузере автоматически давайте это проверим например индекс html файл в котором мы работаем мы здесь изменим какой-то текст сохраняем и сразу же видим здесь уведомление что все было обновлено видите здесь текст изменился и если мы также будем изменять например наши стили то это все будет применяться к нашему серверу и автоматически все будет обновляться сейчас мы видим что стили у нас почему-то не применились давайте перейдем в этот файл и посмотрим в чем же проблема здесь у нас в файле все есть в html файле у нас также все подключено dist css style mint css но по какой-то причине у нас здесь ничего не изменилось в плане стилей но если мы обратим внимание на путь конечно же здесь указан каталог как dist но когда мы этот файл переместили в src также здесь он переместился в dist у нас уже нет необходимости указывать этот каталог поэтому мы здесь должны указать просто css потому что сразу же рядом с index.html находится этот каталог и то же самое для javascript сохраняем и вот теперь уже у нас должно быть все правильно запускаем снова galp у нас заново запускается сервер закрываем проверяем через инструменты разработчика здесь подключение этого файла и вот тут уже в принципе я понял что также вот этот путь указан не совсем корректно все таки мы работаем с финальной версии которая у нас уже скомпилировалась поэтому укажем здесь каталог dist в таком случае все уже точно должно работать давайте снова отменим здесь выполнение заново выполним galp и вот сейчас вы уже видите что стили у нас применились как только мы что-то меняем в этом файле оно также здесь сразу же обновляется но сейчас опять-таки у нас проблема с html давайте разберемся вот здесь также нам нужно указать dest то есть html должен браться из каталога финального когда он уже минифицировался у нас сохраняем снова завершаем galp и запускаем его заново пробуем здесь изменять html видим что на изменение html у нас никакой реакции не происходит вот здесь у нас отслеживается момент изменения этого файла и в этот момент сервер перезагружается но нам также нужно добавить galp watch отслеживание изменения в html src и после этого запускать task html вот в таком же случае наш watcher будет корректно работать он будет обновлять html в папке назначения и уже когда он изменился будет перезагружаться сервер давайте перезапустим galp видим здесь такой вот текст пробуем сейчас изменить html и вот теперь уже все корректно мы видим что у нас html реагирует на изменение этого файла если мы что-то меняем в стилях так же это все отображается сразу же у нас здесь после сохранения и то же самое будет в javascript если мы например вот здесь напишем alert вы видите что у нас сразу же появляется всплывающая подсказка и все автоматически обновляется как вы видите здесь у нас возникло достаточно много ошибок но все мы их устранили без особых сложностей главное внимательно читать документацию и то что пишут в инструкциях также при необходимости самостоятельно вникнуть в суть происходящего вот например в этом случае мы просто не выполняли обновление html в нашем вотчере поэтому этот файл в папке назначения никак не изменялся и из-за этого сервер также не перезагружался поэтому сейчас мы все настроили и уже все корректно работает надеюсь данный урок вам понравился и здесь вы также увидели на реальном примере что ошибки возникают у всех это нормально нужно просто внимательно читать то что написано здесь в терминале то что пишется в инструкциях на соответствующих сайтах и пакетах которые мы устанавливаем и у вас все получится вы сможете подключить то что требуется и добиться своего главное проявить немного терпения и старания также перед тем как приступить к следующему уроку давайте добавим в наш watcher отслеживание изображений поэтому мы здесь сделаем галп watch pass images src и в таком случае если там что-то изменилось мы будем запускать наш task который называется img а он уже в свое время будет отслеживать с помощью newer то что мы указывали раньше то есть он будет сжимать только те изображения которых еще нет финальной директории вот так вот мы сейчас добавили здесь эту возможность но также вот здесь путь лучше будет добавить здесь еще одну звездочку то есть одна звездочка просто ищет все файлы в каталоге img а две звездочки ищет все вложенные файлы вложенные в другие каталоги и так далее поэтому мы здесь укажем две звездочки и в таком случае у нас уже должно все корректно работать всем привет дорогие друзья в этом уроке мы подключим припроцессор html pack и сделаем это на галп я покажу вам также что это все будет работать действительно если вы пишете код на этом припроцессоре вам удобно это делать то вы в принципе можете таким образом работать мы переходим на страницу галппак устанавливаем данный плагин делаем это привычным нам образом дожидаемся пока он установится после этого подключаем данный плагин здесь в самом верху можем назвать его немного по-другому так как мы будем функцию называть pack и нам нужно сделать так чтобы эти два названия у нас не совпадали как вы видите в пайпе вызывается просто pack и в объекте также могут быть какие-то параметры здесь это все можно подробнее почитать дополнительно на странице документации но нам достаточно будет запустить просто pack и сейчас мы сделаем это следующим образом мы скопируем вот этот task переименуем его в pack html min мы здесь уже запускать не будем а вместо него мы запустим pack никакой объект передавать не будем также можно в принципе вывести size браузер sync запустить и нам здесь необходимо изменить путь мы укажем здесь pack скопируем здесь данный ключ напишем pack и здесь у нас будет в принципе точно то же самое что и для html но расширение будет .pack здесь можно добавить slash в принципе это не сильно влияет но у нас везде есть slash поэтому давайте добавим его для единого стиля вот так вот просто мы сейчас подключили этот task только вот здесь в самом низу мы также добавляем здесь pack в экспорт и теперь мы можем его вызывать отдельно gulp pack и он скомпилирует все наши файлы если они есть пока что их нет давайте создадим в src новый файл назовем его например second pack поместим сюда какой-нибудь код для примера возьмем с официальной документации pack и добавим здесь несколько каких-нибудь элементов вот такой вот код мы написали в этом файле здесь мы называли данный плагин gulp pack поэтому здесь мы его также должны вызвать с таким названием конечно же и теперь давайте попробуем запустить gulp pack как вы видите все у нас сработало вывелось название и вот у нас появился файл second html pack это припроцессор html поэтому в результате получается html файл вот все что мы написали в этом файле преобразовалось вот в такой вот код также это все было минифицировано в одну единственную строку поэтому если вам удобно пользоваться этим препроцессором то можете делать это вот таким вот простым образом как вы видите мы просто его подключили создали новый task и запустили при необходимости здесь дополнительные какие-то опции вы можете изучить и поставить здесь в фигурных скобках в момент вызова галпак вот здесь я оставлю данный task в этом проекте но он не войдет в окончательную версию сборки но вы сможете при необходимости его вызывать либо вручную либо подкорректировать вот этот вот наш task указать здесь например вместо html пак и у вас в таком случае будет пак как основной инструмент для работы с html поэтому здесь возможности будут для редактирования дополнительные думаю после просмотра этого курса вы уже сможете с легкостью здесь все подкорректировать и настроить те плагины которые вам нужны для вашей работы если вы например не используете пак то естественно вам не нужно его постоянно здесь компилировать у вас даже таких файлов не будет здесь я просто оставлю этот task но запускаться он в общем нашем потоке не будет также в watcher я не буду добавлять здесь отслеживание пак файлов если же вам это нужно сделайте это по аналогии с тем как мы это делали для html css и наших скриптов всем привет дорогие друзья в этом уроке мы настроим компиляцию припроцессора стайлус это припроцессор для css кода если вы пользуетесь данным припроцессором или же планируете пользоваться то в вашем сборщике обязательно должна быть возможность компилировать эти файлы давайте установим галп стайлус укажем здесь обязательно минус d для установки в save dev и дожидаемся пока он у нас установится после этого импортируем данные плагин в самом начале для того чтобы не создавать отдельно здесь еще один какой-то объект мы можем здесь в виде массива передать сразу несколько строк тех путей которые мы будем отслеживать а финальный путь у нас будет один-единственный укажем здесь через запятую файлы less и также у нас файлы tiles имеют такое расширение если я не ошибаюсь да действительно вот оно расширение у нас поэтому мы здесь через запятую в массиве можем передать сразу несколько параметров для файлов стилей теперь переходим в тот раздел где у нас используется задача для работы со стилями и вот здесь где у нас написано less мы должны запустить стайлус просто с круглыми скобками при необходимости также есть дополнительные параметры о которых подробно вы можете здесь почитать но для обычной работы достаточно будет и такого варианта запуска эту строку я закомментирую то есть при работе с less нужно будет наоборот стайлус закомментировать less раскомментировать а в очереди уже будет все автоматически у нас срабатывать в момент изменения какого-то из файлов стилей будет запускаться этот наш task который мы только что подредактировали путь здесь указан и для файлов и стайлус поэтому все будет корректно работать давайте сейчас попробуем здесь создать какой-нибудь файл укажем здесь любой код на этом при процессоре вы видите сразу же у нас предлагается установить расширение стайлус для того чтобы была подсветка синтаксисом ну так как я этим синтаксисом не пользуюсь я использую либо обычный css либо сас поэтому я не буду устанавливать это расширение но учтите что есть такая возможность и будет намного комфортнее работать с этим фри процессором я же сейчас просто сохраняю этот файл вот он здесь находится и сейчас мы посмотрим чтобы в файле style.mincss компилировался именно этот код а не тот который у нас был в файле ls давайте запустим сейчас galp видим что у нас все запустилось но здесь у меня расположен сейчас код который я писал в style.les давайте посмотрим в чем же проблема я просто удалил этот файл ls и теперь все компилируется корректно то есть у нас имеются только файлы styles и вот что мы получили в результате данный код скомпилировался вот в такой вот и вы видите что у нас сразу так же все это обновилось и прекрасно здесь отработало если мы например здесь укажем что то еще сохраним то видим что у нас сейчас все это обновилось и изменился здесь цвет то есть все корректно работает таким вот простым способом мы добавили работу с этим припроцессором всем привет дорогие друзья в этом уроке мы поработаем еще с одним css припроцессором это припроцессор sas он вносит два дополнительных синтаксиса это синтаксис sas и scss и вы можете использовать любой из них который вам больше нравится для того чтобы начать работать с этим плагином нам необходимо установить sas который будет все это компилировать а также gulp sas для того чтобы уже подключить это все в сборщике gulp давайте выполним такую вот команду устанавливаем два данных модуля в save dev file styles можно в принципе удалить сейчас мы будем тестировать другой синтаксис поэтому он нам не понадобится в package json мы видим у нас добавился здесь sas а также gulp sas копируем строку с документации переходим в самый верх и подключаем здесь sas таким образом то есть мы здесь и gulp sas вызываем и обычный sas который мы установили и теперь просто нужно вызвать sas при необходимости можно вызывать его вот в таком формате давайте скопируем этот код и там где мы обрабатываем наши стили выполним такой pipe styles мы здесь закомментируем потому что он нам уже не нужен а вот здесь дополнительно добавим еще два элемента две строки первая и вторая здесь у нас будет расширение sas а во втором случае scss потому что этот припроцессор позволяет использовать два расширения как я говорю два разных синтаксиса давайте сохраним теперь в очереди у нас так же это все будет срабатывать и запускать наш task styles и будет выполняться вот эта строка будет компилировать этот припроцессор создадим здесь сейчас новый файл main sas возьмем возьмем какой-нибудь готовый пример кода использующий этот синтаксис сохраним и выполним галп здесь также предлагается расширение для работы sas проверяем что у нас в результате вы видите что все у нас действительно скомпилировалось и преобразовалось в обычный css также давайте попробуем другой синтаксис это scss скопируем его переименуем файл в scss и здесь добавим вот этот код теперь у нас по идее должно также все сработать даже несмотря на то что расширение изменилось потому что мы указывали вот здесь полный список расширений для всех типов css стилей и если мы посмотрим видим сейчас то же самое но здесь в main css все скопировалось давайте попробуем изменить например здесь изменим цвет на 555 и видим также он здесь компилировался и изменился то есть таким образом мы теперь можем и работать с препроцессором sas с его синтаксисом scss с препроцессором styles и с препроцессором ls в зависимости от того какой препроцессор вам больше нравится и вы хотите с ним работать просто здесь раскомментируете одну строку и закомментируете две других и вы можете работать здесь же у нас в очереди ничего не поменялось за счет того что мы добавили просто все эти типы расширений в наш объект path всем привет дорогие друзья в этом уроке мы рассмотрим как можно работать с typescript это такой расширенный javascript у которого другой синтаксис и если вы пишете код на нем или же хотите начать изучать typescript то как раз таки с помощью галпа вы также можете компилировать typescript в обычный javascript поэтому мы здесь делаем следующее мы устанавливаем плагины typescript и gulp typescript делаем это в save dev после того как мы установили эти плагины давайте подключим typescript делается это таким образом ничего нового уже здесь для нас нет укажем здесь typescript и модуль gulp typescript после этого смотрим как здесь все используется мы вызываем здесь pipe typescript с некоторыми параметрами и указываем далее финальную папку то есть все очень просто давайте сейчас возьмем перейдем в наш task со скриптами и укажем здесь данный pipe вызовем typescript название у нас получится output.js например или мы можем также оставить main min js и также нам необходимо добавить в наш путь со скриптами так как мы это делали для стилей еще дополнительные пути с расширением typescript поэтому делаем здесь массив и указываем через запятую файлы typescript с расширением ts и обычные javascript файлы здесь в очереди у нас все должно сработать и при запуске gulp в дефолтном task также должно все работать давайте проверим но для начала создадим файл typescript перейдем в наши скрипты new file пусть это будет main typescript здесь удалим javascript файл и в typescript файле напишем какой-нибудь код перейдем на typescript в википедии например найдем готовый фрагмент кода и просто укажем его в нашем файле копируем например этот код ставим сюда и запустим gulp посмотрим работает ли у нас сейчас компиляция из typescript в javascript видим сейчас здесь у нас ошибки синтаксис error и также здесь у нас срабатывают какие-то другие ошибки в task script но это скорее всего потому что у нас выполняется это все так как мы планировали для обычного javascript то есть выполняется babel выполняется aglify concat и так далее также если подключить babel и aglify после того как мы скомпилировали typescript должно все работать корректно давайте попробуем этот закомментированный код переместить ниже то есть сначала подключить typescript а уже после этого babel и aglify и у нас это все так же должно будет сконвертироваться в более старый стандарт и минифицироваться давайте проверим работает ли это видим что действительно все работает потому что у нас сначала выполняется преобразование typescript в обычный javascript данной строке после этого выполняется babel далее aglify это все минифицирует concat у нас объединяет все файлы и называет их таким образом но и здесь у нас в принципе такой же файл генерировался и в результате мы получаем вот такой файл вы видите что он у нас сейчас минифицированный обычный javascript из нашего кода typescript который мы до этого написали таким образом теперь вы можете писать код и на typescript и на javascript здесь мы прописали два разных расширения и все будет корректно работать у нас и в том и в том случае всем привет дорогие друзья в этом уроке мы рассмотрим работу с языком кофе скрипт который в итоге транслируется в обычный javascript если вам удобно писать на кофе скрипт или же вы хотите изучить его то сейчас мы настроим наш сборщик галп таким образом чтобы можно было работать с такими файлами давайте установим галп кофе так называется наш плагин установим его в save dev и подключим так как указано здесь в примере после этого нам необходимо вызвать pipe кофе с вот таким вот параметром как вы видите все предельно просто и также необходимо отслеживать расширение кофе поэтому мы сейчас здесь переходим в наш task скриптов в том месте где мы вызывали TypeScript мы сейчас вызовем pipe для кофе скрипт вот этот фрагмент мы сейчас закомментируем потому что мы не будем писать на TypeScript а будем писать на кофе скрипт и здесь у нас будет какая-то возможность выбора на чем мы хотим разрабатывать укажем здесь файл с таким вот расширением в этом файле можем написать какой-нибудь простой пример кода на кофе скрипт давайте скопируем этот пример кода разместим его здесь и также вот здесь изменим путь а точнее добавим его через запятую для файлов с расширением кофе и вот таким вот простым способом у нас сейчас все должно заработать давайте попробуем запустить и проверить видим что у нас все сработало здесь у нас никаких ошибок не было и посмотрим что получилось в результате вот он у нас файл превратился в javascript достаточно много кода здесь также это все минифицировалось есть карта и как вы видите все действительно работает мы можем писать теперь код на кофе скрипт он будет сам превращаться в javascript и также обеспечится поддержка старыми браузерами все это будет минифицировано для максимальной оптимизации и вам нет необходимости задумываться над всеми этими вопросами после того как вы уже настроили этот сборщик вы можете просто писать здесь код на кофе скрипт с максимальным комфортом если вам нравится такой синтаксис где все у нас отделяется табуляциями а не фигурными скобками в стиле Ruby или Python то вы можете использовать конечно же кофе скрипт и таким простым способом мы сейчас это настроили всего лишь одной строкой и установкой одного единственного плагина надеюсь этот урок был вам полезен и если вам нравится данный язык кофе скрипт то вы можете теперь полноценно вести разработку на нем а сборщик галп позаботится о том чтобы преобразовать ваш код в обычный джава скрипт в завершении хочу сказать что я здесь добавил комментарии в основных разделах также некоторые разделы немного оптимизировал улучшил это вы все сможете самостоятельно посмотреть каких-то глобальных изменений не было в отличии от того что вы видели в последнем видео уроке и весь код доступен на гитхабе бесплатно вы можете скачать и пользоваться этим репозиторием здесь есть подробное описание всех этих пакетов вместе со ссылками вы сможете сразу же перейти и подробно прочитать про тот или иной пакет документацию также здесь есть инструкция и какая должна быть структура проекта чтобы у вас все файлы находились в тех местах где необходимо здесь справа есть релизы и вы можете нажать релиз по мере обновления данного репозитория возможно будут появляться новые версии но сейчас здесь есть одна единственная версия вы можете сразу же нажать source code скачать код и пользоваться этим репозиторием даже если у вас не установлен гид вы можете просто скачать отсюда этот проект извлечь архив и вот здесь все необходимые вам файлы после этого также используйте эту инструкцию и работаете с этим сборщиком я надеюсь этот курс был вам полезен и все было понятно если остались какие-то вопросы обязательно задавайте их и я на них отвечу пользуйтесь данной сборкой она позволит вам оптимизировать многие задачи и ускорить вашу разработку при необходимости редактируйте добавляйте что-то новое настраивайте сборку для себя под тот стек технологии которые используете вы если вы пишете на TypeScript то учитывайте это в вашем gulp file.js также выбирайте необходимый css-припроцессор который вы используете и который нравится именно вам если вы напишите свои какие-то интересные сборки для определенного стека или же хотите просто поделиться своим кодом то обязательно пишите об этом мне в сообщениях надеюсь данное видео было полезно если оно понравилось то обязательно оцени его и напиши комментарий на этом экране ты можешь перейти к другим похожим видео и следующим видео из этого курса желаю удачи в разработке и до скорых встреч